и маги. С гордостью заявил Филипп. Лорд Вейт, один из главных столпов, поддерживающих союз чернокнижников. Его истинной формы остерегаются даже маги Рассветной Зари. Его клона достаточно, чтобы разобраться с магом Сияющей Луны. Пока они разговаривали, Лилен заметил, что аура, излучаемая клоном Льва, сформировала клетку из молний, в которой он и утащил мага Сияющей Луны в пространственный разлом. Черт, будь начеку. Я уверен, что у тех парней имеется множество карт в рукавах. В тот момент, когда разлом уже закрывался, раздался неохотный мучительный вопль, распространившийся по всей кристальной горе. Мужчины посреди военной базы перед Лиленом очнулись, ощутив сильные энергетические колебания. Сейчас вся база наполнилась шумом, а в небе появились два луча света, от которых ощущалась аура утренних звезд. Чтобы победить врага, нам придется заплатить некоторую цену. Филипп тяжко вздохнул, настал наш черед. Да, согласился Лилен. Вскоре он увидел позади Филиппа изображение волка ветра размером с гору. Это огромное тело волка покрывалось зеленоватым шипованным мехом. Его глаза светились кровожадным блеском, а поверх его тела образовал шторм, сформировав своеобразную броню. Заклинание четыре ранга, уничтожающий шторм, мрачно прокричал Филипп. У него не хватало смелости применять тайное искусство утренней звезды на центральном континенте, но заклинания четыре ранга не запрещались. Призрачный фантом волка взвыл одновременно с криком Филиппа. Мрачный вой оказался чрезвычайно пронзительным и распространился на очень большое расстояние. Большое количество стихийных частиц ветра собиралось, образовывало сильный концентрированный поток и наконец формировав сильный яростный шторм. Уничтожающий шторм. Именно то, что Лилен создал в каньоне Западных морей, когда уничтожал клон короля Лазурной горы. Он появился в этом месте, только теперь он высвобождал гораздо больше разрушающей силы. Остановись! Послышался раздраженный крик и в их сторону выстрелило два потока света. Ха-ха, вы опоздали! Филипп сердечно смеялся и усилил эффекты уничтожающего шторма, беспощадно направляя его в сторону военной базы. Свистели сильные ветра. Сталкиваясь с этим штормом, созданным чернокнижником утренней звезды, охрана военной базы оказалась простой шуткой. Бесчисленные марионетки, мутировавшие звери превращались в пыль, наряду с магами и бесчисленными строениями. Задержи их, не позволь им помочь людям внизу. Филипп и Лилен блокировали двух других магов утренней звезды, не позволяя им спуститься и помочь своим товарищам. Вскоре черный шторм ослаб. Вся военная база сравнялась с землей. Даже сама земля немного опустилась. Перед мощью утренней звезды, все заклинания ниже четыре ранга не оказывали абсолютно никакого эффекта. Вы. Два человека с яростью взирали на Лилена и Филиппа. Один из них оказался дворфом и огромным деревянным луком на спине, а другой синим существом ростом более трех метров. Огромное количество давления распространялось от их тел. Охотник Баликс и морской гигант Сибир. Филипп широко улыбнулся, обнажив свои белые зубы и добавил, «Я хочу охотника, ты же разберись с морским гигантом». Дварф с деревянным луком саркастически улыбнулся и из его тела выскочил темно-зеленый вихрь. Он уже давно прорвался к утренней звезде и у него имелись свои счеты с Филиппом. Без проблем. Лилен пролетел некоторое расстояние и встал перед морским гигантом. Не против изменить поле битвы, Филипп провокационно взглянул на дворфа, а огромный призрачный волк за его спиной обнажил зубы. Хаймыф. Дварф холодно фыркнул, хватая свой огромный деревянный лук со спины. Пространство разделилось на части, образуя перед ними огромную трещину. Пространственная ряб словно затянулась занавесом и в тот же миг Филипп с Дварфом пропали. «Нам нет нужды менять обстановку, давай разберемся здесь», — ухмыльнулся Лилен. Поскольку разрушения от столкновения между магами утренней звезды распространялись по большой площади, они обычно проводили свои битвы внутри пространственных трещин, чтобы не наносить вред географии Центрального континента. После слов Лилена, морской гигант нахмурился. Если маг утренней звезды осмеливался проводить бой в открытом мире, то либо он имел колоссальную уверенность в своей силе, либо попросту был сумасшедшим. Очевидно, что чернокнижник перед ним относился ко второй категории. Глава 524. Первоначальная форма морского племени Лилен сразу уже решился сразиться. Он имел полную уверенность в своих силах и кроме того он не хотел слишком далеко уходить. Стало бы проблемно, если бы кто-нибудь другой обнаружил вход к наследию Алого полумесяца. Он также хотел опробовать свою новую интересную идею. В глазах морского гиганта Сибеля Лилен попросту провоцировал его. Он метнул пронзительный взгляд в сторону Лилена и тут же активировал свою сферу. Эффекты сферы только усилились при достижении уровня утренней звезды. Эффекты усиления, подавления, а также сам радиус увеличивались. Сферу мага три ранга никак нельзя сравнивать со сферой утренней звезды. Турбулентный, огромный и неизмеримый. Повсюду образовались белые океанические волны с кристально-прозрачной поверхностью. Из глубин океана поднимались яростные волны, придавая окружению зловещую ауру. Огромные волны охватили Сибеля, полностью скрыв его тело. Тем не менее, его голос четко раздался в ушах Лилена. Это моя сфера, океан. В доли секунды океан охватил собой всю окружающую территорию, похоронив собой горы и все обломки, образованные заклинанием Филиппа. Безмятежный синий океан яростно ревел в сторону Лилена. Настоящая сфера утренней звезды и он контролирует законы воды. Глаза Лилена сверкали синим светом, пока и Чип записывал все данные о колебаниях и энергии появившейся сферы. Аура Сибеля быстро росла посреди океана, в результате чего Лилен испытывал восторг. Значит, ты из морского племени. Неудивительно, что твоя сфера обладает такой властью, а также способен изменить поле битвы полностью на водную среду. Произнес Лилен слегка дрожащим голосом. Его голосу удалось пройти сквозь волны океана, но ответа он так и не получил. Морское племя не принадлежало к расе людей. Однако они сожительствовали с людьми в мире магов. Они жили посреди океана, а люди на земле. Конечно, между ними возникали конфликты, но в основном они жили мирно. Ходили легенды о великом маге Серхальме, который возглавлял всех магов людей и отбивался от врагов из океана. Среди морского племени также имелись маги, но они появлялись крайне редко, поскольку они продвигались от ранга к рангу с еще большими усилиями, чем люди. Лилен испытал возбуждение, поскольку встретился с магом из морского племени. Его озадачило, почему Сибир примкнул к молнии Юпитера, но вскоре понял причину. Несмотря на то, что молнию Юпитера поддерживал маг Сияющей Луны, обладающий одной из высших сил на центральном континенте, они также с большими усилиями воспитывали магов Утренней Звезды. Помимо удачи и ресурсов, во время прорывок Утренней Звезды немаловажную роль играла удача. Учитывая их статус на континенте, довольно редко встречалась организация вроде Молнии Юпитера, которая имела в своем составе 10 или около того магов Утренней Звезды. Ауры Дворфа и морского гиганта оказались довольно неочищенными. Еще тогда Лен озадачился, но теперь он догадался, что такое возможно из-за их происхождения из другого племени или из-за того, что они являются гибридными магами. Огромные волны взмыли в небо, образуя две темно-синие кристаллические руки, устремившиеся к Лейлину. Резкий свист ветра приводил к возникновению неустойчивого тока, что приводило к волнениям пространства в окружающем регионе. Бип. Данные о сфере океана полностью записаны. Лейлин тут же улыбнулся, услышав голос И. Чипа. Разложение. Мягкое и древнее руническое заклинание на языке Байрона вылетело из его рта. Шипение. На темно-синих руках появились черные пятна, которые в мгновение ока разъели почти всю ее поверхность, превратив ее в улей. Треск гигантской рука потеряла устойчивость и распалась в воздухе, но вскоре превратилась в огромный поток воды, опустившийся обратно в море. Во имя чернокнижников. Во имя моей родословной. Громко зачитывал Лейлин, а на его теле появился багровый барьер. Поглощение родословной. Кроваво-красная молния промелькнула в его глазах, и которая полетела вперед, пронзая все на своем пути. Словно нацелившись на определенное место, Лейлин протянул правую руку и с большим сжимающим усилием схватил что-то. Появился невидимый воздушный поток, вызвавший большой водоворот в центре океана. Раздался голос изнутри вихря. Все родовые существа находятся под моим контролем, покажись, воскликнул Лейлин. Кроваво-красное свечение покрыло его руку, а он поднял ее в воздух. Вода подобно фонтану взмыла в воздух, а гигантская синяя фигура постепенно появилась перед взором Лейлина, прямо из середины водоворота. Многочисленные вены выступали под поверхностью синей кожи, словно собирались взорваться в любой момент. Вздыбившиеся вены походили на червей и вызывали мурашки по коже. Оказавшись под воздействием молнии, синий гигант стонал в агонии. Многократное усиление, глаза Лейлина засверкали. Позади него появился большой полупрозрачный силуэт члена многорукой расы. Сейчас этот силуэт казался более ясным, и любой мор различить каждую чешуйку и пору на его теле. Даже достигнув области утренней звезды, это тайное искусство многорукой расы до сих пор оказывало полезность для Лейлина. Лейлин даже ощущал, что комбинируя силу своей души и многократное усиление, он сможет намного быстрее достигнуть пика утренней звезды, а также станет намного сильнее, чем другие маги. Призрачное изображение ударило совместно с Лейлином. Даже одна рука оказалась больше, чем рост всего Сибиля. Семь гороподобных рук поднялось и одновременно рухнуло вниз, приземляясь на теле Сибиля. Сибиль скрестил руки перед грудью, формируя щит из воды, намереваясь уменьшить силу атаки Лейлина. Однако все его действия оказались напрасными и щит воды за мгновение раскололся под натиском семи больших рук. Взрыв. Сибиль полетел в обратном направлении, словно какой-то мешок с грязью. В то же самое время, нити светящейся синей жидкости вылетели из его пор и сформировали шар размером с большой палец, приземлившийся на ладони Лейлина. Родословная морского гиганта уровня утренней звезды. Лейлин удовлетворенно кивнул и сохранил шар воды в пробирке. Он только что заполучил редчайших материал для экспериментов с родословной, и она могла принести ему много преимуществ даже для его нынешней сферы. Ты не обычный чернокнижник утренней звезды. Кто ты такой? Когда Сибиль очнулся, то с настороженностью посмотрел на Лейлина. Обладая потрясающими защитными и восстанавливающими способностями утренней звезды, такая рана не предоставляла для него проблем. Тем не менее он осознал, что Лейлин расслабленно смотрел на него, тем самым говоря, что он даже не применил свою полную силу. Сибиль пристально изучал черноволосого чернокнижника перед собой, но мысленно вспоминал всех чернокнижников утренней звезды, с которыми он до сих пор сталкивался, но не смог ни с кем сопоставить лицо Лейлина. То есть, пока он не вспомнит Лейлина, то не сможет определить, как против него сражаться. Ты же Лейлин Фольер, чернокнижник утренней звезды клана Урабарас. Именно ты убил охотника на демонов Серила. Сибиль испытал шок. Охотник на демонов Серил являлся поистине могущественным магом даже среди магов утренней звезды, но тем не менее с легкостью был убит Лейлином. Достигнуть такой силы и победить охотника на демонов Сибиль теперь ясно понимал, какой противник ему повстречался. В данный момент я в лучшем случае могу продолжать защищаться и тянуть время. Я должен попросить подкрепления. Сибиль с горечью улыбнулся, когда в его голове промелькнула эта мысль. В то же самое время жемчужный пояс засветился и изнутри послышались крики. Это третий восточный регион. Нам нужны немедленные подкрепления. На нас напал духовный круг. Западный регион просит поддержки. Уничтожено уже три слоя обороны. Черт возьми, похоже, что чернокнижники полностью сосредоточились на этом регионе. Нет, черт побери. Кибель сейчас находится в северном регионе, нам нужны подкрепления. Аааааа. Сибиль слышал множество голосов, которые передавались с помехами. Также он ясно слышал звуки взрывов на заднем плане, которые только усиливали его тревогу. Сердце Сибиля быстро стучало. Зная, что Кибель также участвовал в битве, он ощутил безнадежность. Так это и есть твой план? Сибиль пристально смотрел на Лейлина, но не мог понять ничего со спокойного выражения Лейлина. Даже если это и так, я подписал соглашение с молнией Юпитера. Не думай, что ты легко справишься со мной. Подумал в своем сердце Сибиль и взревел. Тут же он начал зачитывать странные заклинания, наполненные жертвенными нотками. Безмятежный океан заволновался и большое количество воды начало собираться вокруг Сибиля. Когда грохот утих, перед Лейлином появилось чудовищно огромное существо высотой в тысячу метров. У монстра имелась бычья голова, человеческое тело и щупальца вместо ног. Он все время дышал как разъяренный бык. Значит это твоя первоначальная форма? Отбиваясь от водных пуль, Лейлину смехнулся, смотря на гуманоидную форму существа. Глава 525. Алые руины морской племени было похоже на людское. Рожденные посреди океана, их тела происходили из законов природы. Тех, кого довелось увидеть людям, походили на них самих и имели всего несколько чешуек на своих телах. Однако люди видели только форму, которую морская раса использовала для общения с людьми. Монстр перед Лейлином достигал высоты в тысячу метров, но сейчас он видел истинную форму морского племени. Раскрыв свою истинную форму, колебания энергии от тела Сибиля резко возросли, высвобождая намного больший ужас, чем раньше. Однако Лейлин лишь ухмылялся, и Чип вычислит траекторию луча света. Глаза Лейлина светились синим светом, ведь и Чип направил на выполнение этой задачи большинство своих ресурсов. Настраиваю модель противника. Расчет траектории. Сибиль, находясь в своей истинной форме, дико выл, а сила души утренней звезды смешивалась с огромным количеством воды и компрессировала ее в маленький шар размером с сантиметр. Мерцая синим цветом, превзошедшим любую обычную яркость, шар тут же оказался перед Лейлином. Хороший расчет. Засмеялся Лейлин. Сила родословная и сила души сходились в его ладони, формируя грозные энергетические колебания. Вскоре он наконец выпустил свет, столкнувшийся с синим шаром. Воздух гудел и дрожал, но не возникло никаких взрывов или пространственных трещин, вызвав смущение у мага морского племени. Шуа. В этот момент синий энергетический шар окутался багровым светом и пронесся по горизонту подобно метеору. Свет выгнулся, а в направлении, куда полетел шар, возникло явление, похожее на радугу. Дудуга Акера. Из губ мага морского племени вырвался крик неверия. Он поднял голову и увидел странную сцену. Внезапно в небе появилось огромное солнце. И хотя на дворе стояла ночь, он увидел яркое слияние луны и самой яркой звезды Венеры. Ослепительный, но безвредный свет образовал линию, которая опустилась на землю. Грохот. Воздух начал дрожать. Казалось, будто другое пространство сжалось и опустилось на окружающую местность, в результате чего два силовых поля соприкоснулись. Успех тайно радовался Лилин. Используя ужасающие вычислительные способности и чипа, он смешал силу противника со своей собственной, в результате чего ускорил появление прохода к наследию Алого полумесяца. Изначально он не планировал так поступать, но внезапно получил вдохновение, увидев истинную форму вражеского мага. Он тут же воспользовался этим преимуществом. Раннее открытие прохода, вероятнее всего, приведет к изменению изначальных планов человека, стоявшего за всем этим. Чем более хаотичной станет ситуация, тем больше выгоды от нее получит Лилин. Это это руины Алого полумесяца. Глаза мага морского племени расширялись все больше. Он бормотал шепотом. Хотя он и знал, что руины могут появиться в одном из 30 возможных мест, он все никак не мог поверить, что они появятся прямо там, где находился именно он. Сибирь колебался, пока наблюдал за все более отчетливым изображением, которое постепенно формировало пространственный проход. Тем не менее, он все же предпочел сперва связаться с другими магами и их лидером, магом Сияющей Луны. Однако, когда он своей силой души коснулся устройства связи, то был поражен. Их лидер, маг Сияющей Луны все еще находился в пространственном разломе. Без всяких сомнений, его сообщение не могло дойти до него. Даже его товарищи до сих пор возились с чернокнижниками утренней звезды. Ситуация сложилась не сильно благоприятная, но к кому он мог обратиться за поддержкой? Видя колебания в выражении врага, Лилин усмехнулся и не проявлял никаких намерений продолжать битву. Хотя он был уверен, что сможет убить Сибирь. Воспользовавшись тайным искусством утренней звезды, он ясно понимал, что потратит слишком много времени. А времени ему сейчас и не доставало. Поэтому, словно отодвигая занавес, руки Лилина потянулись к пространственной трещине, и он без колебаний вошел внутрь. Когда Лилин исчез посреди пространственной трещины, Сибирь стиснул зубы и передал сообщение по тайному отпечатку. Затем он последовал к пространственной трещине и исчез внутри. Тела магов утренней звезды могли справляться с пространственными турбулентностями. Пространственные проходы, вроде тех, которые телепортировали прямо к карманному измерению, обычно имели особую формацию и могли использоваться только с применением силы. Что? Руины уже появились? Так скоро? Сражающиеся маги обеих сторон, естественно, одновременно получили информацию. Они поразились этим душепотрясным новостям, и некоторое время простали друг напротив друга, а затем двинулись в одном и том же направлении. В этот момент посреди другого пространственного разлома. Безграничные вихри и звезды заполоняли собой атмосферу, наполняя ее ощущениями необъятности и могущества. Сейчас здесь происходила битва, подобная битве древности. Величественный золотой лев с тремя головами, из которых вырывались огонь, лед и молнии внезапно остановился и, казалось, задумался. Перед ним находился маг в роскошной черной мантии, а на его лбу виднелась странная руна в форме луны. Хи-хи Вейд, ты ошибся в своих расчетах. Хотя ты и можешь задержать меня, но выиграет кто-то другой. Этим магом, естественно, оказался нынешний гладомолния Юпитера, великий маг 5 ранга. Однако сейчас он стоял и с раздражением смотрел на золотого трехголового льва. Это странное существо не являлось основным телом Вейда, но одним из его самых сильных клонов. Он унаследовал врожденные навыки древнего клана, а его сила почти достигала 6 ранга. Даже он с трудом мог справляться с этим существом, а оно могло подавлять его. Это ошибка со стороны астрологов, но она не повлияет на первоначальный план. Ледяные слова мужчины среднего возраста прозвучали со стороны средней головы. Более того, я отличаюсь от тебя. Я просто клон. Трехглавый лев довольно поднял свои когти. Может ли так получиться, что ты? Выражение мага сияющей луны резко изменилось, и он попытался насильно прорваться сквозь печать и уйти. Пытаешься уйти? Неужели ты думаешь, что это так легко? Стой! Трехглавый лев взревел и открыл три пасти. Страшная сила притяжения, коей обладала черная дыра, направилась в сторону мага сияющей луны. Даже лучи света, вырвавшиеся от него не избежали этой участи и безжалостно устремились в сторону льва. Периодически раздавались вопли и крики возмущения. В основном мире золотистый метеор пронесся по горизонту. Внутри золотистого метеора находился маг с пылающими волосами. Его тело и лицо, казалось, полностью состояли из золота, от него излучалась аура достоинства. Однако, казалось, будто он о чем-то размышлял. Снаружи, около руиналого полумесяца образовалось две группы магов утренней звезды. Филипп и охотник Баликс уже стояли здесь. После продолжительной борьбы они все одновременно устремились к пространственному проходу. Атмосфера внезапно успокоилась и только глубокие провалы на Земле доказывали, что здесь недавно проходила битва между магами утренней звезды. Из-за чрезвычайно сильного излучения, область будет бесплодной и лишиться жизни на долгое время. Посреди нее даже может возникнуть ряд явлений, которые привлечет существ из разных пространств. В результате может возникнуть еще одна опасная область, которая в будущем, возможно, станет известной на центральном континенте. Свист. Воздух заколебался, свидетельствуя о появлении еще одного человека. Что произошло? Я ведь вычислил время, основываясь на записях предков. Почему оно изменилось? Пробормотал старик. Руины алого полумесяца первоначально могли оказаться возможностью для поднятия нашей организации, но неожиданно возникли такие сложные проблемы. Старик начал бормотать про себя. Сначала информация распространилась, привлекая внимание чернокнижников и молнии Юпитера. Они даже начали войну, а дневник, в котором указывалось время появления руин, оказался бесполезен. Что же произошло? Из-за Лейлина, старик, чья личность оставалась неизвестной, начал сомневаться в мировоззрении мира. Однако его образование и философия с раннего возраста позволили старику быстро опомниться. Независимо от того, что мой предок являлся членом алого полумесяца, моя организация также является одной из ветвей, унаследовавших часть учений древней организации алого полумесяца. Эти руины должны принадлежать нам. На лице старика тут же появилось злобное выражение, а из его глаза палился яркий светло-звездный свет. Пространственный проход, напротив, начал дрожать, словно что-то ощутил. Он тоже начал светиться ярким светом, сливавшимся со светом старика. Поглотив его, он погрузил все окружающее пространство в тишину. Какая странная структура! Восхищался Лейлин, заложив руки за спину и прохаживаясь по пространственному проходу, заполненному звездным светом. Его собственное тело покрывалось алым светом. Внутри прохода имелось множество пространственных трещин, которые и вызывали пространственные турбулентности внутри. Но ни одна из них не могла даже пошатнуть Лейлина. Из-за полной изоляции этого региона, я могу только ждать. Только тогда я смогу отыскать проход в этом пространственном потоке, продолжал размышлять Лейлин. Такая замысловатая структура, а также пространственно разделяющие заклинания. Они нагоняют на меня ужас. Уровень утренней звезды, которого он только недавно достиг, считался минимальным проходным уровнем мага в древние времена. Его ждал еще длинный и долгий путь, поэтому естественно, он не вел себя тщеславно или самодовольно. Напротив, чем больше он узнавал, тем больше Лейлин понимал, что имеющаяся у него информация оказывалась слишком маленькой частью. Он смирился. Сила, создавшая такой пространственный проход, являлась той, которую он мог только искать. Глава 526. Излучение сейчас руины кажутся рядом, но на самом деле, видя нечеткое изображение земли, Лейлин покачал головой. Он только обнаружил вход, но не сможет достигнуть своей цели, если не сможет правильно войти. Остальные маги, прибывшие после него, оказались в той же ситуации. В конце концов, вряд ли они смогут найти потомка организации Алого Полумесяца, поэтому Лейлин и другие маги не трудились в поиске правильного пути для входа. Поскольку все они являлись магами Утренней Звезды, вопрос времени, когда они смогут найти вход. Однако законы пространства оказались мощными и таинственными. Пока что Лейлин только мог стараться выживать, но ему требовалось разработать план, по которому он сможет пересечь этот пространственный проход. Другие маги Утренней Звезды также столкнулись с этой дилеммой. Поэтому, в некотором роде у Лейлина имелось преимущество по времени перед другими магами. Вот почему он воспользовался Сибелем и заранее вызвал появление Руиналова Полумесяца. Хотя у них имелись договоренности о распределении добычи, они не обсуждали все в деталях. Что касается вопроса, кто и что из них получит, то это определялось тем, кто первым нашел конкретную вещь. Блуждание в пространственном проходе походило на прогулочку посреди космического пространства. Различные туманные формы витали повсюду. Время от времени появлялась даже серебряная пространственная буря, а иногда появлялись и пространственные турбулентности. Нити сомнительного черного материала формировали странные бутоны, от которых ощущались опасные колебания. Пройдя уже бог знает как долго, Лилин оступился и почувствовал словно падать с высоты. В этот же момент его посетило еще более странное ощущение, словно он поднимался. Когда ощущение невесомости прошло, Лилин оказался посреди маленького сада. Черные бутоны, которые он видел ранее, росли в клумбах, а кое-где из них формировались даже изгороди. В углу даже высилась деревянная доска с уже исчезнувшими словами. Цветы переполняет аура злобы и опасности, пробормотал про себя Лилин. И чип обыскал базу данных, но не нашел никаких сведений о таких растениях. Внезапно черные бутоны задрожали и расцвели, показывая скрывающиеся внутри них малиновые пестики. Стук, стук, стук. Подобно цепной реакции, черные цветы расцвели и сад мгновенно наполнился парящими в воздухе черными лепестками, а от красных пестиков Лилин ощущал угрозу как от самых настоящих змей. Слабое ощущение проклятия заставляло Лилина хмуриться. Это? Это защита от вторжений? Или это предупреждение? Лилин улыбнулся и его зрачки стали вертикальными, засветившись красным светом. В следующее мгновение из его тела вырвалось яростное излучение. Лилин испускал излучение чернокнижника утренней звезды от родословной великой кимоинской змей. Обычно Лилин подавлял его, но сейчас высвободил его на волю и тем самым вызвал огромные перемены. Радужный пятицветный флуоресцентный свет осветил весь сад. Воздух покрылся туманом, сцена исказилась. После распространения излучения все пространство затвердело, но слабый запах ржавчины наполнил воздух. Исходные цвета в саду также изменились из-за излучения, оставляя только черный и белый. Все окружение стало напоминать собой черно-белую фотографию. Раздался звук появления трещины и в углу сада возник небольшой разлом. Он распространился по всему серому саду, оставляя везде трещины. И затем раздался низкий и резкий шум, напоминая падение бутылки. Весь сад раскололся, обнажая темную пустоту, заполненную пространственными штормами. Шторма ревели, пожирая собой все разломы. Серебряные шторма продолжали вызывать разрушения в саду в течение нескольких минут, прежде чем снова показались руины. Черные бутоны исчезли, оставив после себя несколько завядших лепестков. Вокруг возникла унылая атмосфера. Со странной вспышкой зрачки Лейлина стали обычными. Внезапное изменение обстановки потребовало жертвы, и у него не оставалось другого выбора, кроме как воспользоваться своим излучением, чтобы сохранить свое преимущество во времени. Полной силы мага утренней звезды хватало, чтобы повлиять на работу многих формаций. Кроме того, Лейлин являлся не обычным магом, а чернокнижником с древней родословной. Объединив свои силы с силой родословной великой кимоинской змеи, сила его излучения была намного выше, чем и притягивала экстравагантных существ. Лейлин молча смотрел в определенную точку в пространстве. В том месте духовное сознание или даже несколько постепенно приближались к нему. Хотя они и оказались невидимы, Лейлин ясно ощущал их своей силой души. Существа из более высшего измерения, или плоскости алого полумесяца. В глазах Лейлина сияло удивление. Чужак, зачем ты прибыл сюда? В разуме Лейлина возник голос благодаря силе души. Голос принадлежал старушке, но перемешивался с большим количеством рыков других существ, чтобы отыскать истину. Уверенно ответил Лейлин, давая двусмысленный ответ. Истину, даже члены алого полумесяца преследовали ее. Ты пришел не в то место, вздохнул голос. Я пришел куда нужно. Пять древних чернокнижников окажется отсылкой для меня и сохранит мне много времени. Сила души противостояла неизвестному существу. Он ощущал, что у этого существа не имелось нормального тела. Оно представляло собой шар света, излучающий странную силу. Возможно, что это существо скрывало свое истинное тело в более высшей плоскости. Но даже так, после столкновения с силой души Лейлина, воля существа, казалось, уступила, следуя по пути недоумений. Он приведет тебя к твоим ответам. Когда голос исчез, послышались звуки перемещений, а в углу сада появился новый коридор. Пол коридора состоял из серого камня, усеянного черными пятнышками. Просканировав пространство своей силой души, в голове Лейлина появился образ пути недоумений. Убедившись, что в проходе не скрывалось никакой опасности, Лейлин поклонился пустоте и шагнул в проход. Звуки шагов. Черный сад исчез из поля зрения в тот момент, когда его нога ступила на каменный пол. Все, что осталось позади, оказалось длинным вздохом. Душевный кнут. Массивные энергетические волны пронеслись по воздуху и десятки болотных монстров задрожали. Их словно пытали какие-то невидимые кнуты и через некоторое время они падали на пол, с заполненными страхом глазами. Милорд. Кажется, что мы оказались в затворном лабиринте, в защитной ловушке Алого Полумесяца, сообщил Пол Кибелю. Хотя они оба и находились на одном ранге и являлись магами Утренней Звезды, их силы находились на разных уровнях и, следовательно, они имели и разные статусы. Это лабиринт на раку два типа. Лабиринт, который любили эти древние чернокнижники, должно быть примерно девять уровней и на каждом имеются свои ключи и загадки. Мы должны прорваться сквозь каждый или же мы никогда не доберемся до конца. Кибель кивнул. Очевидно, что он знал обо всем. Рядом с ним находился только Пол, а остальные чернокнижники из Духовного Круга и Пристанище Волков Ветра уже пропали, но несколько неизвестных магов Утренней Звезды наблюдали со стороны. На этот раз наша очередь. Согласно нашему соглашению, ты идешь следующим. Кибель поднял несколько зеленых жемчужин с трупов монстров, пока говорил с теми магами Утренней Звезды. Конечно, ответил лидер магов с ледяными глазами. Этот маг с золотым оголовьем не испытывал страха даже перед Кибелем. Смотря на это, Пол горько улыбался в своем сердце. Внезапное появление Руиналова полумесяца попросту разрушило большинство их планов. У входа имелось несколько загадочных заклинаний, оставленными древними чернокнижниками, а те, кто направлялся по неверному пути, сталкивался с барьерами. Из-за разрозненности Пол чувствовал себя подавленным. Если бы не Кибель, он бы уже погиб здесь. В конце концов, раньше они являлись смертельными врагами. Пол молча вздыхал и даже щупальца на его голове, казалось, наполнялись унынием. Он оказался в безопасности благодаря Кибелю, но не смог бы получить никакой выгоды. Забудьте о тех магах утренней звезды, даже сам Кибель оставит его ни с чем. По сравнению с его смирением, маги другой стороны вели себя истерично. Глава 527. Путь недоумения. Как это могло произойти? Кто-то уже обнаружил путь недоумения, и он уже очень близко к ядру. Маг, одетый в простые одежды, держа в руках светло-желтую книжку, издал низкое рычание. На его лице всплыла тревога. На одной из страниц изображалась карта с небольшими черными линиями. Посреди одного из входов виднелась маленькая точка, обозначающая путь недоумения. На этой карте имелись и другие точки, но все они располагались во внешних регионах. Сам старик отмечался на карте белой точкой. Хотя он и действовал намного быстрее, чем другие маги утренней звезды, которые на данный момент застряли в лабиринте, он до сих пор находился в средней части и на большом расстоянии от ядра. Напротив, черная точка, обозначающая Лилина, сейчас находилась в нескольких шагах от ядра, которая отмечалась на карте большой красной точкой. Черт, черт, проклятие. Почему какой-то маг настолько быстр, проклинал вслух старик с полным негодованием и злостью лицом, однако жаль, что у меня имеется только правильное направление ко входу в руины и я не могу контролировать все тайные механизмы иначе. Хотя старик и являлся потомка малого полумесяца, он являлся потомком лишь одного из обычных членов. Он участвовал только в строительстве руин, и ему не удавалось никак узнать о других районах. Следовательно, эта карта, а также некоторая информация оказалась пределом того, что он смог отыскать. Лилин также неожиданно изменил сроки появления руин, в результате чего нарушил все планы старика. Даже если он и спешил, крайне осторожно обходя все ловушки, то никак не мог успеть за Лилином. Все равно, как только я доберусь до основной области, у меня появится шанс изменить расстановку на поле. Старик сердито проследил по карте и нашел еще один путь. Однако, когда он уже собирался пойти, то прищурился. Черная точка появилась на краю карты. Она оказалась в несколько раз больше остальных и окружалась красными слоями. Несколько ловушек разрушались на пути этой большой черной точки и даже их названия исчезали с карты. Старик тут же завопил, даже маг 5 ранга тут же бросился сюда. Ты даже не даешь мне какого-либо шанса. Старик не останавливался, но и не прекращал вопить. Он тут же ускорился. Если он будет медлить и позволит магу 5 ранга полностью захватить это место, эта область больше не будет представлять для него ценности. Кроме того, внутри руин находился некоторый предмет, который он сильно желал получить. Просто подожди. Подожди, пока я заполучу контроль над ядром. Старик посмотрел на маленькую черную точку, находившуюся на пути недоумения, а его выражение снова скривилось. Лейлин, конечно, не знал, что кто-то сейчас думал о нем. Сейчас он шел по коридору из пепельно-серого камня. Его окружал белый туман со всех сторон, но со временем он становился только плотнее, скрывая от Лейлина все окружение. Посреди неподвижного, пустого прохода шумели только звуки его шагов. Одинаковые со всех сторон виды позволили Лейлину полностью забыть о времени, он невольно начал переживать. В сочетании с уникальной силой посреди тумана, какой бы силой воли не обладал маг, он не мог долго продержаться. Если бы в проходе оказались другие низкоуровневые маги, они могли уже давно сбиться с пути, рыдать и орать, желая вернуться обратно и умолять вытащить их отсюда. Однако, решимость на лице Лейлина говорила о том, будто окружающий туман не сильно влиял на него. Перед его мышлением, которое сейчас оказалось прочнее стали, уловки, которые древние чернокнижники установили посреди коридора для проверки воли мага, оказались незначительными. По мере продвижения Лейлина, окружающий туман становился все плотнее и он уже даже не мог видеть своих ног. С каждым его шагом ему казалось, будто он ходит посреди облаков. Внезапно, Лейлин сделал шаг и весь пейзаж изменился. Сейчас он оказался посреди комнаты с темно-желтыми досками и заплесневелым потолком. Из углов раздавались писки мышей. Такое окружение очень часто изображалось на картинах в домах обычных людей. Внутри комнаты не имелось ни одной мебели. Как ни странно, внутри оказались лишь золотая клетка с запертым попугаем внутри и жабой с трубкой во рту. Эй, братиш, ты здесь, чтобы передать мне любовное письмо, Мико? Пожалуйста, скажи ей, что я занят и не смогу закончить работу до завтрашнего вечера. Жаба носила на голове черную шляпу и расслабленно обращалась к Лейлину. Она выдыхала одно за другим кольца дыма изо рта. Лейлина шеломленно наблюдал за жабой и не понимал, что происходит. Разве ты не посланник Мико? Ой. Тогда это должно быть Элизабет. Она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. Эта кожа, полная складок и спор, а также ее выпячивающиеся глаза «Ох, она мой ангел». Жаба продолжала и продолжала, но то, о чем она говорила, только еще сильнее озадачивала Лейлина. В какой-то момент он потерял терпение и спросил, что это за место. Каюта-кварка, номер 232 на краю мира. Какие-то проблемы. Жаба достала трубку изо рта, а ее большие, словно лампочки глаза, пристально всматривались в Лейлина. Может ли так получиться, что путь недоумения похожи на астральные врата? Могла ли защитная формация алого полумесяца отправить меня в другую плоскость? Лейлина внезапно посетила мысль, и он не мог решить смеяться ему или же плакать. Многие древние системы защиты обычно активировались только в том случае, если маги сталкивались с очень уже сильным врагом и использовались в основном для изгнания их в другой мир. Системы походили на астральные врата, перемещающие магов из мира магов. Поскольку формация отправляла нарушителей в пространство без каких-либо определенных координат, несчастные обычно попадали в пространственные турбулентности или даже в штормы. Крайне редко попадалась возможность отыскать другой мир, наполненный жизнью. Вернуться обратно в мир магов, об этом даже не стоило думать. И оказавшись в своей нынешней ситуации, Лейлин сомневался. В этот момент, пол вдруг задрожал, и каждые несколько секунд начали повторяться сейсмические толчки. «Что происходит?» — воскликнул Лейлин. Он попытался осмотреться с помощью своей силы души, но обнаружил, что она крайне сильно подавлялась. Он не мог даже узнать, что происходит снаружи комнаты. «Ничего такого. Просто один из моих соседей хочет переехать». Жаба небрежно выпрыгнула из клетки с попугаем и ушла. Лейлин повернул голову и на мгновение, задумавшись над ее словами, начал следить за жабой. Открыв дверь комнаты, его тело застыло, а глаза сверкнули недоверием. Перед ним оказалась бесконечная песчаная пустыня. В небе виднелись черные дыры, искажающие туман и зеленая тень, которая, казалось, укоренилась в космосе и изменяла свое тело. Лейлин смотрел на гигантское древнее дерево. «Здравствуй, друг. Тебе нужна помощь?» Увидев дерево, жаба с радостью отправилась поприветствовать его и прыгнула на корень толщиной с гору. На фоне дерева жаба походила на пылинку. «Нет, в десять тысяч раз меньше пылинки». Лейлин потерял дар речи. Вскоре он понял, что в действительности он вышел из комнаты, но вокруг него оставался лишь бесконечное чернозвездное пространство, а комната попросту плыла посреди него. На бронзовой табличке также он увидел нечеткие каракули и прочитал номер 232 «Край мира». Этот дом принадлежит Таддукварку. На гигантском корне, на который запрыгнула жаба, также имелась еще одна маленькая комната. На комнате имелся номер 233, и табличка гласила «Древо мудрости». Лейлин понятия не имел, насколько большим было дерево, и не понимал, как они вошли в комнату. Наблюдая за комнатой посреди корня дерева, а также за жабой, он не мог придумать, что сказать. Однако вскоре его выражение изменилось. «Древнее древо мудрости» — интеллектуальное существо мира магов, которое когда-то просветляло древних магов. Содержание всей мудрости мира — грохот. Несколько больших трещин образовалось на дереве, простирающемся до самого космоса и всасывающие сильные пространственные бури. Открылось два огромных желтоватых глаза, а затем Лейлин увидел деревянные линии губ дерева. «Прошло уже так много времени, мой старый друг». Чрезвычайно громко произнесло дерево. Простых звуковых волн хватило, чтобы сдуть все вокруг. Жабик в арку не оставалось ничего другого, кроме как крепко ухватиться за корень, чтобы его попросту не сдуло. Речь древа мудрости оказалась очень протяженной и долгой. Между ее словами оставалась минута времени. Казалось, будто каждое ее слово требовало большого количества энергии. И также новый друг. Взрыв. Земля разверглась и большой корень, похожий на гору, подлетел и поднял Лейлина, пока он не оказался на уровне глаз древа мудрости. «Я чувствую на тебе мой запах». Слова древа мудрости тяжело расшифровывались, но Лейлина сразу понял, что оно имело в виду. Неужели оно говорит о эссенции древа мудрости? И об этом Лейлин тут же достал пустую деревянную чашу. Когда-то в ней хранилась эссенция древа мудрости, и которая оказалась жизненно важной во время продвижения Лейлина к три рангу. Как говорилось, эта деревянная чаша была изготовлена из коры древа мудрости. Глава 528. Прорыв сквозь туман, ты чернокнижник. Да, я припоминаю это ощущение. Ты должно быть прибыл из мира магов, верно? Продолжала медленно говорить древа мудрости. Каждый произносимый им слог занимал очень много времени. Любой маломальский вспыльчивый маг уже давно бы разозлился. Однако на лице Лейлина не виднелось ни одного следа вспыльчивости. Напротив, оно наполнялось почтительностью к древу мудрости, тем более что именно благодаря ему он сумел прорваться к три рангу. Поэтому он глубоко поклонился ему. Да, я Лейлин фольер, чернокнижник 4 ранга из мира магов. Приветствую вас, могучий просветитель. Древо мудрости получило титул просветителя после решения магов в мире магов. Ходили слухи, что древнее древо мудрости являлось скоплением всей мудрости мира. Оно даже владело знаниями обо всех тайнах космоса и вселенной. Бесчисленное количество магов с ее помощью получали просветление, и даже престиж древних магов частично зависел благодаря усилиям древа мудрости. Однако могущественное древо мудрости, дающие просветление и решающие загадки, с которыми сталкивались маги, внезапно исчезло из мира магов. Как бы ни старались древние маги, но они не смогли его отыскать. В следующих поколениях многие историки маги предсказывали падение древней эпохи магов из-за отсутствия руководства от древа мудрости, приводя доводы о том, что древние маги начали продвигаться по неверным путям. Хотя Лилин и не соглашался с этой точкой зрения, правда заключалась в том, что он очень хорошо разбирался в самих магах. Мир магов Большие глаза древа мудрости моргнули от испытанной ностальгии, я все еще помню 20 или 25 темных веков назад маги походили на очаровательных малых детей. Ой, был один по имени Атин. Он умел хорошо делать барбекю. Могучее древо мудрости походило на старика, пытающегося преследовать прошлое, постоянно вспоминая о нем. Лилин молча ждал, а жаба-кварк начал раздраженно восклицать. Старина, ты снова уходишь? Ты ведь живешь здесь всего 87 000 лет. Я только вздремнул, а ты снова уходишь? 87 000 лет сон? Лилин попросту потерял дар речи. Да, мой друг, я ощущаю надвигающийся ужас. Даже конец света не сможет помешать скрыть такую силу. Последствия древней эры по-прежнему вызывают волнения, связанные с другими мирами. Древо мудрости произнесло фразу, звучавшую как пророчество, поэтому Лилин и удивился. Однако как бы сильно он не интересовался, он не мог понять его значение. Это не должно заканчиваться на этих словах, черт. Лилин внутренне закатывал глаза, но потом услышал звуки от древа мудрости и его беседу с жабой, и еще есть ты, ты восхитительная вещь. Я могу ответить на твой вопрос в качестве подарка. Конечно, я не буду отвечать на вопросы, касающиеся ранней темы. Большое спасибо, могучий просветитель. Лилин испытывал восторг. Возможность заставить древо мудрости решить загадку являлась не той, которой могли воспользоваться древние маги. Даже маг рассветной зари рассечет себе голову, желая заполучить такой шанс. Однако испытав момент экстаза, он ошеломился, что я должен спросить, как достичь бессмертия. Слишком расплывчато. Лилин открыл рот, но в итоге ничего не спросил. После напряженной борьбы, глаза Лилина вспыхнули трезвостью, даже если передо мной действительно древо мудрости, оно все равно одно из легендарных древних существ. Вероятно, что оно также является существом 8 или 9 ранга, как и маги даже ему требуется защита. Просить об этом бессмысленно. Мне нужно спросить о чем-то более подходящим для меня. Подумав об этом, туман в голове Лилина полностью рассеялся. Лилин глубоко вздохнул и, сжав кулаки, спросил у древа мудрости, «Я хотел бы знать, как разорвать кандалы родословной чернокнижников». На данный момент для него не имелось более трудно задачи, чем это. Ему требовалось знать решение этой проблемы. Это древнее древо мудрости подняло корень и прислонило его к губам. Сейчас оно выглядело как глубоко задумавшийся человек, «Ты можешь». Туман рассеялся и Лилин проснулся. Он потер слегка ноющий лоб и взглянул на серые плиты на земле. Туман рассеялся из окрестностей и постепенно Лилин разглядел окружающее здание. Рассеянный взгляд Лилина испарился, заменившись замешательством. Была ли это реальность или же иллюзия? Лилин взглянул на свои руки, «Я уже на уровне утренней звезды». Просканировав все своей силой души, я должен был обнаружить все иллюзорные ловушки и установленные формации. Более того, Лилин ощущал, как сильно билось его сердце, ответ древа мудрости, «Все еще звучит в глубинах моего сердца». Такая возможность велика. Оказавшись в такой ситуации, Лилин оставался в недоумении. Возможно, путь недоумения являлся превосходной иллюзией, позволяя нарушителям находить свои ответы посреди таких вот озадачивающих ситуаций, когда они не могли понять, где же они находятся. Ответ погружался в глубинные части сердца, и только им в этот момент становилось известно решение их вопроса. Конечно, если они не находили ответа, то и оставались внутри. В сочетании со своими прошлыми знаниями и опытом Лилин пришел к особому выводу. Однако внутри он до сих пор ощущал, что все, что только что с ним произошло, произошло на самом деле. Силами древних магов создать подобную сцену было бы попросту невозможно. Еще одна правдоподобная причина заключалась в том, что из-за бесконечных потоков времени, многие сцены сходились в конкретном моменте. Другими словами, разум Лилина прошел через изоляцию времени и пространства, достигнув одного из пространственных фрагментов древней эпохи. Ему удалось встретить истинное тело древа мудрости. Хех, мне все равно. В любом случае я получил только выгоду. Если в этом нет смысла, то пусть так и будет. Когда я получу достаточную силу, возможно, что я пойму, что здесь произошло. Оптимистично подумал Лилин. Не было ничего ужасного в том, чтобы пройтись по пути недоумения. Он даже получил способ, как решить проблему скандалами родословной. Хотя он и получил предварительное решение, оно все равно являлось очень ценным. Для него оно могло сравниться со всеми преимуществами, которые ему мог предоставить алый полумесяц. Однако, поскольку я прошел через путь недоумения, я должен получить вознаграждение. Смотря на появившееся здание, Лилин потирал подбородок и с улыбкой на лице размышлял. Перед Лилином появилось небольшое здание, построенное в западном стиле высотой в два этажа. На втором этаже виднелось открытое окно, словно бы хозяин недавно вышел. Латунная дверная ручка выглядела обычной и блестела, словно ею регулярно пользовались. Лилин знал, что это здание уже было заброшено по крайней мере 10 тысяч лет. Естественно, что время привело к таким внешним эффектам. Кача, взявшись за ручку и приложив небольшую силу, дверь с легкостью поддалась, открывая зал с большим камином. Внутри камина до сих пор горели и трещали дрова, наполняя весь зал теплом. Помимо того, что хранится на теле самого мага, остальные сокровища они обычно прячут в спальне, кабинете или лаборатории. Лилин быстро оглядел комнату и тут же пересек гостиную и поднялся на второй этаж. Сначала он отыскал кабинет. Ему казалось, будто в здании использовались некоторые пространственные заклинания. Открыв дверь в кабинет, его взору предстало огромное пространство, размеры которого сопоставлялись с футбольным полем. У стен стояли высокие книжные полки высотой в 10 или около того метров, но они были пусты, оставив на себе только кучу пепла и пыли. Лилин несколько раз обыскал кабинет и заставил И. Чипа несколько раз просканировать его, но в конце концов смирился с ситуацией и покинул кабинет. Никогда не ожидал, что все книги и исследовательские материалы будут изъяты. Неужели ничего не осталось? Лилин испытывал небольшое разочарование, но обыскивал комнату за комнатой. Затем он оказался в спальне хозяина дома. Неожиданно он обнаружил награду, стоявшую и ожидающую его на столе, за которым раньше накладывали макияж. В открытой коробке лежала кровава красная серьга в форме полумесяца. Убедившись, что внутри не имелось ловушек, Лилин взял ее в руки и перед его глазами потек поток информации. Алая серьга. Высококачественное магическое снаряжение. Работами Филка. Посвящаю ее моей богине Йонассе, моей настоящей любви. Судя по открытой коробке, владелец собирался надеть серьгу, но внезапно что-то изменилось. Лилин смущался во время осмотра спальни, но все же не нашел ничего подозрительного. Странная установка. Бормотал под нос Лилин, держа в руках алую серьгу и не переставая сканируя все своей силой души. Даже если и здесь имелась ловушка, то часть высококачественного магического снаряжения стоила того риска. Кроме того, Лилин имел уверенность в своем решении, а и чип все время сканировал окрестности. Уходя, он сознательно взглянул на зеркальную рамку на макияжном столе. В рамке находилось овальное серебряное зеркало, в котором Лилин видел свое отражение. Как ни странно, Лилин в зеркале скрытно улыбался, что и вызвало шок у Лилина. К тому времени, как он опомнился, отражение в зеркале стало обычным, словно все, что только что ощутил Лилин, оказалось иллюзией. Но мог ли маг утренней звезды видеть галлюцинации? Это было попросту невозможно. Выражение Лилина помрачнело и он, стиснув зубы, схватил зеркало, а затем выбежал из здания. В момент, когда он покинул здание, оно полностью исчезло, оставив после себя лишь голую землю, выглядевшую так, словно ее грызли звери. Ба-бах! Кулак опустился на стол, заставив всю пыль подняться в воздух, подлец! Черт побери! Он на самом деле забрал его. Там лежало магическое снаряжение, которое можно было проще всего получить, и оно даже являлось снаряжением высшего качества. Посреди неприметной небольшой комнаты сидел старик и с яростью кричал в воздух. Дело не только в снаряжении. Он даже захватил с собой это. Выражение старика несколько раз менялось, прежде чем он принял решение. Глава 529. Препятствие и ухмылка. Нет. Независимо от всего, я должен вернуть его. Старик достал свою светло-желтую книжку и посмотрел на карту со множеством черных точек. Найди его, разорви его и верни все обратно. После рычания старика из секретной комнаты вырвались полосы кристально чистого света. Несколько полупрозрачных кукол раскрыли свои кроваво-красные глаза. Словно они понимали слова старика и тут же устремились в пустоту, исчезая в ней. Такое чувство, словно вскоре произойдет что-то ужасное. Лилин хмурился. Он действительно ощущал беспокойство с тех пор, как покинул путь недоумения. Ему казалось, словно кто-то тайно наблюдал за ним. Однако сканирование и чипа и его сила души не могли ничего обнаружить. И сейчас это ощущение беспокойства сильно усилилось, вплоть до того, что он начал волноваться. Злость пронизывает атмосферу. Лилин закрыл глаза и через мгновение открыл их. В этот момент его глаза стали янтарными, а зрачки превратились в вертикальные щели. В них мелькнула тонкая кроваво-красная молния. Внезапно раздались грохочущие звуки и большое количество рунических заклинаний замелькало вокруг. Красочное излучение устремилось к небу и образовало гигантскую ледяную клетку с Лилином внутри. Что? Я определенно не замечал никаких ловушек разве что, прищурился Лилин. Возникшая ситуация дала ему ясное понимание. Ха-ха, я тот, кто заполучил полный контроль за ядром в секретной комнате и стал непобедимым существом посреди руиналого полумесяца. Посреди комнаты управления лицо старика ярко светилось от радости, а его руки сжимали в руки кусок рубина. Непрерывные команды передавались через рубин в его руках. Многочисленные кристально чистые снежинки начали конденсироваться внутри ледяной ловушки, образуя огромное количество ледяных лезвий, щитов, стрел и т.д. И все это с шумом полетело в сторону Лилина. Лилину пришла в голову идея «Чешуя Кимоина». Кровавое пламя. Его тело тут же покрылось черными чешуйками, а поверх них вспыхнуло кроваво-красное пламя, растапливающее большое количество льда. Словно спровоцированный лед с шипящим звуком снова сконденсировался. Его синее ядро стало еще более чистым, от которого испускался пронзительный холод. Лед, покрытый синим сиянием, прочно нападал на Лилина, но сжигался красным пламенем. Выпустилось настолько огромное количество холодного воздуха, что оно прорвалось сквозь барьер кроваво-красного пламени. Лед устремился к нахмурившемуся Лилину. Острые ледяные лезвия касаясь его тела, только высекали тонкие длинные искры. Они не могли прорваться даже через внешний слой энергетической защиты. Абсолютный ноль по Кельвину. Лилен прищурился, он больше не расслаблялся. Эта ловушка, несомненно, установлена древними магами. С такой формацией не сможет справиться обычный маг утренней звезды, внутри которой сходятся все руны. Однако, похоже, что она не работает на полную силу. Это означает, Лилен, казалось, оказался в тупике, столкнувшись с ледяной формацией. Тем не менее, сейчас он на самом деле что-то вычислял. Свист. Внезапно, пространство разорвалось и несколько белых лучей прорвались сквозь границы, появившись перед Лиленом. Рукоять острого обломанного меча пронзила край груди Лилена. Так быстро, Лилен даже не смог вовремя среагировать. Единственное, что он успел сделать, максимально усилить защиту чешуйки Моина. По сравнению с другими заклинаниями, врожденные заклинания активировались мысленно. Из-за таких возможностей, они являлись последним средством защиты, когда дело касалось ситуации между жизнью и смертью. Шлик. Сломанный меч, по всей видимости выкованный из чистого кристалла, пронзил энергетическую защиту, а также сквозь руны поверх черных чешуек, вступая в контакт с самим чешуйками. Пуп. Лилен нахмурился. За его спиной появился фантом огромного семерукого существа, от которого потекла энергия, обволакивающая все его тело. О господи! Мускулы правой руки содрогнулись, ударив по противнику. Это заставило полупрозрачную фигуру отступить. Подождав, пока противник уйдет на некоторое расстояние, Лилен мрачным взглядом осмотрел свою грудь. Яркая белая линия в форме полумесяца красовалась на чешуек Моина. Меч оставил глубокую вмятину, сломав несколько чешуек. Кукла закричал от удивления Лилен, когда ясно увидел фигуры, совершившие подлые атаки. Перед ним стояло несколько полупрозрачных фигур в плотных облегающих мантиях. В их руках находилось большое количество оружия, в том числе и обломанный кристальный меч. Кукла, способная прорвать даже защиту моей чешуеки Моина. Боюсь, что их создал древний маг. Лилен прошел со взглядом по марионеткам, подтвердив свою догадку. За всем этим кто-то стоит. Значит вот каково могущество мага утренней звезды? Убийцы пустоты даже не смогли убить его. В глубине души гордость старика пошатнулась. Он сильно стучал зубами от ярости. Это не имеет значения. У меня есть заклинания, позволяющие управлять этими куклами. Даже если это и займет много времени и энергии, я должен убить его. По его приказу, руки убийц пустоты поднялись к Лилену, обнажая на него кинжалы, ножи и даже оружие похожие на пилы. Все оружие было полупрозрачным, кроме мерцающих на них золотых рун, казалось, выполненных из кристалла. Пространство снова исказилось и куклы снова растворились посреди воздуха. Казалось, будто они прятались посреди пустоты, готовясь в любой момент нанести смертельный удар. Перед такими врагами, жадными глазами разглядывающие свою жертву, помимо давления от ледяной клетки над головой, любой маг утренней звезды понесет серьезные травмы. Но как жаль, что вы встретили меня. Насмешка всплыла в уголках губ Лилина. Разве теневой атрибут великой кимоинской змеи не позволял искусно скрываться в пустоте? Ранее он пользовался заклинанием теневого сокрытия, чтобы устраивать засады и он, естественно, знал о слабостях и недостатках таких заклинаний, хотя древняя формация оказалась такой хлопотной. Очевидно, что враг не имел полного контроля над ней. Это и давало возможность Лилину. Только Лилин холодно усмехнулся, а в его глазах мелькнул странный блеск. Полупрозрачная фигура со свистом вылетела из пустоты с кинжалом, нацеленным к шее Лилина. Выражение лица Лилина оставалось неизменным, и внезапно он вытянул запястье. Когда оно остановилось, то он уже держал одну из рук марионетки. Гигантский синий айсберг, с пылающим пламенем на дне, начал с грохотом оказывать давление. В то же мгновение резкая аура появилась и в трех других сторонах формации. Прекрасно. Вскоре та вещь будет принадлежать мне. Внутри комнаты контроля старик продолжал наблюдать за бледным Лилином. Смотря на его раненое тело, он не мог не улыбаться. Ха-ха, что с того, что ты мак утренней звезды? Король здесь я. Старик расслабленно сидел в кресле, но его голос вдруг оборвался, словно кто сомкнул руки на его шее. Когда он опомнился, то проклинал, как он смог сбежать. В изображении проекции состояние Лилина уже находилось на пределе. Все его тело пропитывалось кровью и казалось, что он в любой момент мог умереть. Тем не менее, каждая возможность убийства ускользала из-за плохой координации убийц пустоты, позволяя Лилину уклоняться в последние моменты. По крайней мере он все видел именно в таком свете. И находившись в самой безнадежной ситуации, этот маг обнаружил недостаток формации. Непосредственно пробравшись через пустоту, он сбежал. Старик взревел от гнева, с силой ударив по платформе контроля. Если бы я знал все контролирующие заклинания и имел бы высший авторитет, то даже маг сияющей луны не смог бы покинуть формацию, не говоря уж о маге утренней звезды. После ярости последовала беспомощность. И действительно, используя карту он добрался до комнаты управления, получив частичную власть над всеми механизмами, согласно записям своего предка. Фактически, он вообще не сталкивался какой-либо опасностью на пути. Однако, его предок не обладал высоким положением в организации алого полумесяца. Естественно, что он не мог полностью контролировать это место. Предыдущая формация являлась пределом того, что он мог выполнить со своей текущей властью. Что касается убийц пустоты, он должен был благодарить тот факт, что их создал именно его предок. Вот почему у него имелся в руках метод, с помощью которого он мог их контролировать. Черт, черт, черт. Негодовал старик. Убийцы пустоты уже не оставили меня с пустыми руками, но самый важный предмет все еще не в моих руках. Я уже не говорю о том, что вскоре это место будет монополизировано мощными организациями, и у меня больше не будет моей власти над ним. Он подсознательно бросил взгляд на другие черные точки на карте. Они уже подбирались к основной области, особенно маг сияющей луны. Казалось, будто его окружала непреодолимая сила, с помощью которой он пробивался через все препятствия, заставляя старика испытывать головную боль. Такие сильные желания и негодования подвели старика в решение «Попробую еще раз, вне зависимости от результат, ты не уйдешь». Он взглянул на другой экран и без колебаний нажал на драгоценный камень. Огромное пламя забурлило и создало огромного огненного гиганта, преградившего путь Лейлину. Значит теперь огонь вместо льда? Но он до сих находится под таким же контролем, как и прошлые, качал головой Лейлин, становясь все более уверенным в своих догадках. «Схвати его, разорви его», — ревел старик, обеими руками схватившись за драгоценный камень, наблюдая за экраном жадными и волнующимися глазами. И в это время Лейлин, на которого через экран смотрел старик, поднял голову к небу и рассмеялся, заставив старика покрыться мурашками. Глава 530. «Сметание препятствий я нашел тебя, мелкая крыса». Макс мог понять слова Лейлина, прочитав по его губам, и его глаза тут же покраснели. «Убийцы пустоты, не сдерживайтесь, убейте его». Как будто потеряв самообладание, Макс хватился за рычаг, потянул его на себя и взревел. Свист, свист, свист. По крайней мере, восемь убийц пустоты мгновенно появились посреди барьера и тут же напали прямо на Лейлина. Огромный огненный гигант тоже зарычал и махнул большим пылающим металлическим хлыстом. Формация, пламя и неожиданные атаки со стороны убийц пустоты оказались бы чрезвычайно неприятными для обычных магов утренней звезды, даже Серил, вероятно, получил бы серьезные ранения от такой атаки. Бип. Найден канал духовной силы. Устранение трех областей с поддельными сигналами, определение координат. Механический голос Эй-Чипа прозвучал в ушах Лейлина, вызывая улыбку на его лице. С тех пор, как он понял, что, вероятно, кто-то действовал за сценой, Лейлин приказал Эй-Чипу попытаться определить местоположение основной комнаты контроля. Травмы, полученные раньше, были намеренно подстроены, чтобы заставить его оппонента клюнуть на приманку. Магическая формация не могла предоставить адекватные данные и информацию, но другая сторона, очевидно, не была удовлетворена. Он послал кого-то в атаку, позволив Эй-Чипу тут же обнаружить его следы. По моим догадкам и симуляциям Эй-Чипа, другая сторона, вероятно, не так сильна, и скорее всего не имеет доступ к основной комнате контроля руин. В противном случае его нападение оказалось бы намного жестче. Лейлин наблюдал за острым лезвием и пламенем, и на его лице всплыла странная улыбка. Из его тела внезапно вылетели красочные багровые лучи и превратившись в четыре кольца, начали парить над ним. Врожденные заклинания 1 ранга. Чешуя кимоина, око окаменения. Врожденные заклинания 2 ранга. Ядовитая желчь. Врожденные заклинания 3 ранга. Устрашающий взор. Врожденные заклинания 4 ранга. Превращение родословной. Объединение, и высвобождение тайного искусства утренней звезды. Превращение в великую кимоинскую змею. Грохот. В регионе внезапно появился гигантский змей, размером в несколько десятков тысяч метров. Заклинания вспыхнули, земля треснула, и несколько зданий превратились в пыль. Даже воздух начал дрожать. О, огненный гигант, а также множество оков разорвались большим телом змей. Все руны рассыпались, и даже заклинания в основании зданий замерцали. Перед великой кимоинской змеей, убийцы пустоты, размером с обычного человека, походили на муравьев. Их острые мечи даже не могли пробить чешуйки, а вместо этого, они скользили по ней в разные стороны со взмахом ее хвоста. Тайное искусство чернокнижников утренней звезды, превращение в великую кимоинскую змею. Этот козырь, который позволял чернокнижникам превращаться в ужасающего древнего зверя, появился. Гигантская черная змея зашипела, и нацелила голову в определенном направлении, а ее янтарные глаза насмехались. Ее тело было похоже на черную бурю, и она сокрушал этот район. Что, что происходит? Это тайное искусство утренней звезды? Он, он осмелился. Маг в основной комнате контроля стал вялым и упал на землю. Когда он встретился с глазами другой стороны, страх, спрятанный глубоко в его генах, вырвался, и его тело стало жестким, не способно двинуть даже пальцем. Направление, в которое смотрела гигантская змея, очевидно, оказалось расположением основной комнаты контроля. Увидев, как другая сторона сокрушила все на своем пути, для прибытия сюда, вероятно, ему потребуется несколько секунд на это. Этот старик вздрогнул, сожалея, что спровоцировал этого дьявольского человека. Бум! Как при землетрясении силой в 9 баллов, все предметы в контрольной комнате подпрыгнули и громко упали на землю. Услышав сопутствующие шипения, старик еще больше задрожал от страха. Он знал, что ужасный древний злобный зверь теперь достиг пределов основной комнаты контроля. У меня есть защитное заклинание основной комнаты управления. Все, все будет хорошо. Однако, прежде чем он смог подняться, он ощутил еще более мощные вибрации. Грохот. Кирпичи падали повсюду, и крыша разрушилась. Два глаза, похожие на звезды, выстрелили ужасными лучами света. Ах! Старик упал, и из промежности его штанов повеяло рыбным запахом. Маленький червь, вроде тебя, думает, что может спрятаться. Гигантская змея внезапно стала маленькой, первотившись обратно в человека. Большое количество черного газа превратились в броню, которая слилась его совершенным телом. Лейлин ворвался в комнату контроля и взял старика за горло, его глаза мерцали опасным блеском. Простой маг кристальной стадии смеет атаковать мага утренней звезды. Его собственная аура слегка ослабела, превращение в великую кимоинскую змею затрачивало огромное количество духовной силы. Из-за ограничений мирного соглашения магам утренней звезды не разрешалось использовать тайное искусство, которое влияло на огромную площадь центрального континента. Однако они находились посреди руиналого полумесяца, и технически говоря это не центральный континент. Естественно, это соглашение не распространялось на это место. Но почему другие маги утренней звезды не использовали их? Это было потому, что в руинах обычно хранились чрезвычайно мощные заклинания. Если бы диапазон тайного искусства был бы слишком велик, определенно последовала бы цепная реакция, которая не принесла ничего хорошего для магов утренней звезды. Но так как я его уже использовал, ситуация сразу изменится. Лилен криво усмехнулся внутри. Это было последствием, но, к счастью, он уже мысленно подготовился. Даже если он не получит многого здесь, все это стоило того. Хэм, эти колебания, тайное искусство утренней звезды. Волна неистовой энергии мгновенно прошла через руины. В тот момент почти все маги утренней звезды ощутили эти энергетические колебания в воздухе. Поскольку кто-то уже сделал первый шаг, нам нужно поторопиться. Кибель взглянул на стену, сделанную из большого количества виноградных лоз, и сразу же встревожился. Убирайся с дороги. Конечно, милорд. Пол, кто знал, что планировал сделать кибель, сразу уже отошел в сторону. Впоследствии на теле кибеля собрались пугающие энергетические волнения, и гигантский, всеуничтожающий шторм еще более ужасающий, чем у Филиппа понесся вперед. Кучка сопляков, не знающих, как следовать правилам. На другом конце мужчина средних лет, весь в золоте, словно бог, беспомощно покачал головой. Он положил документ. В любом случае, кто-то уже взял под контроль часть следящей формации в руинах. Также у меня имеется ощущение, будто за мной шпионили. Брови мужчины средних лет нахмурились. Боюсь, что это место действительно должно являться штаб-квартира древней организации алого полумесяца, и здесь должны храниться ценные вещи. В таком случае, призрачный гигантский золотой лев появился за магом среднего возраста. Буд. Просто давление от ауры было достаточно для разрушения всего здания. Воздух разбился, как железные цепи. Это чувство. Эти волны. Это великий маг сияющей луны. Коллинз, как и другие маги утренней звезды, помрачнили. Они ощущали нехорошие предчувствия от фантомной изображения золотого льва на горизонте. Это чувствовали не только маги утренней звезды молнии Юпитера. Даже чернокнижники духовного круга и логова пристанища волков немедленно ускорили их движение. Как и ожидалось, после того, как я сделал первый шаг, это вызвало цепную реакцию среди других магов утренней звезды. Никто из них больше не сдерживается и несется в этом направлении. Лилин посмотрел на широко раскрытую записную книжку. Многие издания уже были разбиты несколькими черными точками, и повсюду были предупреждающие сирены. Старик уже почти потерял сознание. Он никогда не ожидал, что через короткое мгновение эти маги утренней звезды внезапно превратятся в древних гнетущих зверей, которые будут уничтожать все вокруг. При мыслип том, как он собирался полагаться на заклинания и разобраться с ними, холодный пот неумолимо начал капать с его лба. Лилин еще не придумал способ справиться с потомка малого полумесяца. У того оказался очень мягкий характер и, просто слегка надавив, он сразу же выложил все, включая даже права на управление убийцами пустоты. Это спасло Лилину некоторое время, а также позволило старику избежать ужасных пыток. Не только это. На теле другой стороны Лилин нашел наследство его предков, что оказалось довольно хорошим урожаем. Лилин мог сказать, что старик все еще что-то скрывал. Однако у него было мало времени, и Лилин не мог тратить еще больше на него. Чего ты боишься? Установки древних магов не будут такими простыми. Лилин бросил на него взгляд и презрительно сказал. Хотя его ранние действия, возможно, казались безрассудными, его маршрут прошел через тщательное исследование и расчеты и чипа, и он не потревожил какие-либо фундаментальные, крупные формации. В конце концов, для древних магов, маги утренней звезды являлись минимальным уровнем. Как тут не могло быть конкретного противодействия для них? У этих магов, вероятно, скоро возникнут проблемы. Глава 531. Небрежность Тайное искусство утренней звезды – крушение океана с телом высотой в тысячи метров. Монстр с головой быка телом человека и щупальцами вместо ног испускало мощное энергетическое волнение. За ним постоянно мерцали и сливались четыре гигантских кольца света, а сила его массива сущности сильно усиливалась, создавая сильное заклинание, как будто яростный бог океана. Огромное количество воды в океане образовывало лошадей, гоблинов, драконов и других древних зверей, заглушая Большое заклинание. Напротив, перед тайным искусством утренней звезды Большое заклинание сформировало мощную оборонительную силу, но оно все равно разбилось в дребезги. Огромная океанская вода оказывала большое давление и рвалась вперед. Кажется, это культивационная база. Аура Сибира внезапно стала нестабильной, прежде чем он вернулся к своей человеческой форме, в которой потреблялось меньше энергии. Из-за тайного искусства утренней звезды вся база наполнилась беспорядками, словно наступил конец света. Тем не менее, все еще лежали некоторые привлекающие внимание неповрежденные предметы, от которых испускался странный свет. Это яйцо тысячеглазого червя. Оно такое большое и его фактически можно обменять на астральный камень такого же качества. И очень концентрированное очищенное золото. Тут так много. Глаза Сибира загорелись, а щеки стали розовыми. Различные известные и неизвестные драгоценные материалы словно мусор лежали на земле. Хотя многие из них уже были повреждены, они по-прежнему имели большую ценность. Ха-ха. Если бы я это знал, я бы давно так сделал. Хотя это может повлиять на некоторые сокровища, я могу сэкономить время и напасть на несколько других областей. Глаза Сибира слегка покраснили, и он, осмотрев землю, взял все ценные. Затем он ушел, достигнув другой области. Окружение большой лаборатории мелькало кристальным блеском, препятствуя проходу Сибира, словно городская стена. На двери был деревянный знак с предупреждением. Лаборатория Гроссмейстера наука. Не беспокоить. Вас не должны быть здесь. Иначе вы познаете последствия. Он уже мертв уже более десятка тысяч лет. Ты издеваешься? Ощущая холод по позвоночнику, Сибира изначально удивился малиновым словам на знаке, но урожай, который он мог в итоге получить, вызывал у него приступ жадности. Как только я атакую это место, я смогу перейти к основной области. Сокровища там должны быть еще более удивительными. Выражение Сибира несколько раз менялось, но он постепенно принял решение. Лучи от врожденных заклинаний различных рангов вырвались из его тела. Конечно, он также создал несколько уровней защиты, с магическим оборудованием, которые подобно панцирем покрывали его тело. Тайное искусство утренней звезды, крушение океана. Лазурный океан, а также порочные океанские животные, немедленно погрузились в лабораторию перед ним. Все виды взрывов возникали внутри. К тому времени, когда Сибир закончил, лаборатория превратилась в большие руины. Все руны заклинаний либо разрушились, либо разбились, либо попросту исчезли. Ха-ха. Как и ожидалось, мое предположение было правильным. Ожидаемая контратака не последовала, и на лице Сибира всплыл восторг. Он сначала осторожно отправил несколько марионеток и, поняв, что впереди не было никакой опасности, поспешно бросился к руинам и стал их обыскивать. Даже маги утренней звезды не часто получали таких шансов. Предположительно реакция массива сущности. Предполагается враг уровня утренней звезды в зоне ДК-34, активируя формацию заклинаний контратаки. В воздухе в секретном пространстве большое количество свободного пространства сливалось и образовывало странную форму хрустального шара. В его центре находился необычный человек в черном халате, чьи глаза сверкали малиновым светом. Следы таинственной ауры вышли вместе с командой из комнаты контроля. В районе, высшей лаборатории, начало действовать скрытое заклинание. Экстраполяция силы массива сущности. Атрибут. Вода. Активация формации заклинаний контратаки. Начать. Хэм. Что происходит? Сибир поднял голову, и в этот момент его интуиция мага заставила его почувствовать большую угрозу, какое-то существо давало ему озноб. Нехорошо. Мне нужно немедленно уходить. Он превратился в синий силуэт, и побежал. Однако было уже слишком поздно. С ужасающим высоким звуком, в воздухе появилось большое, красное заклинание. Большое количество рунических цепей образовало клетку, захватывая его внутри. Цель подтверждена. Начало уничтожения. Ледяной, машинный голос сразу же дал Сибиру ощущение, что он находится в огромной опасности. Однако, как маг утренней звезды, он, естественно, не сидел и не ждал, пока его убьют. Черт, ты хочешь убить меня таким жалким заклинанием? Прорычал Сибир, взрываясь и раскрывая свою истинную морскую форму. В то же время мощные волны тайного искусства утренней звезды появились еще раз. Тайное искусство утренней звезды – крушение океана. Огромный океан спустился, и многие древние существа гремели, и напали прямо на рунические цепи. В ин. Атаки попали на тонкие рунические цепи, но не могли нанести никакого ущерба. Большое количество синего света поглощалось цепями, заставляя лицо Сибира сразу побледнить. Какак, видя заклинание, подобное этому, которое приняло в лоб тайное искусство утренней звезды, Сибир, казалось, понес огромный удар. Неужели утренняя звезда не может делать все, что пожелает на этом континенте? Их тайные искусства были очень ужасающими, так как это могло произойти. Только теперь он понял, насколько ужасными были древние маги, но уже стало слишком поздно. Сю. Появился гигантский голубой лук, обладающий собственной силой массива сущности Сибира, и выстрелил синим пламенем. В центре голубого пламени была уникальная длинная стрела, наконечник имел опасные черные нити, искажающие время и пространство. Пу. Как бумага, его защитные слайбы были пронзены синей стрелой, и даже знаменитая сила души мага утренней звезды была бесполезной под черными нитями. Гигантская синяя стрела пронзила грудь Сибира, прижимая его к земле. Я на самом деле от рук ловушки. Сибир не знал, должен ли он смеяться или плакать. Хотя эти травмы заставили бы обычных людей или даже магов сразу же умереть. У магов утренней звезды имелась энергичная жизненная сила и сильная живучесть, которые все еще позволяли им бороться за свою жизнь в течение определенного периода времени. Я никогда не думал, что умру здесь. К счастью, у меня все еще есть божественное яйцо морского племени, и я смогу возродиться. Божественное яйцо морского племени было тайным методом магов морского племени, чтобы спасти свою жизнь для утренних звезд и выше. Он поместил свою кровь, плоти душу в морское яйцо, а после смерти основного тела он мог переродиться в яйце. Поскольку оно являлось частью мага, после некоторого времени тренировок он мог даже обратно восстановить могущество области утренней звезды. Сбор ауры души завершен. Начинается уничтожение клейма души. В этот момент снова раздался ледяной роботизированный голос, и Сибир почувствовал, что у него действительно серьезные проблемы. Сразу после этого он почувствовал странную силу, передаваемую его телу через лук и стрелу. В этот момент было отправлено несколько черных нитей, пробивающих яйцо. Ох, не-е-е-е, крикнул Сибир. Он мог сказать, что его первоначальная связь с божественным яйцом была полностью нарушена, и у него больше не было бы шанса на возрождение. В этом случае, если он умрет, это будет действительно конец. Как? Как это получилось? Большое количество крови вылилось из угла рта Сибира, которая затем превратилась в синие пузыри, и которые начали взрываться. Его глаза закрылись на вечность. В древние времена было много магов с клонами или те, кто оставлял свою жизнь в другом месте. Методы были странными и трудно определяемыми, но многие маги, кто участвовали в Великой Древней Войне магов, все же умерли. Как только оригинал был полностью уничтожен, даже утренняя звезда оказалась бы беспомощной. Пуф. Точка света, которая была похожа на утреннюю звезду, вышла из его тела и, руководствуясь потоком астрального света, пробила пространство и ушла. Это был массив сущности мага утренней звезды, удерживающий его душу внутри. Основываясь на легендах Древней Империи Байрона, когда маг утренней звезды полностью умирал, его душа возвращалась в астральную плоскость на вечность, летая в самой глубокой части астральной плоскости и ожидая их следующего шанса на реинкарнацию. Массив сущности обнаружен. Начинаю преследование. Несколько больших рук, наполненных черными рунами, вышли из воздуха и схватились за массив сущности. Бесформенная сила сразу же распространилась по всему району, в результате чего звездный свет стал неустойчивым. Су. Пользуясь этой возможностью, крупные черные руки схватили массив сущности и исчезнули в темноте. Глава 532. Подстава цена смерти Сибила была показана на хрустальном экране для пары малиновых глаз. Когда точка массы была поймана человеком, стоящим за всей этой ситуацией, панель питания сбоку экрана увеличилась на единицу. Малиновый свет в этой паре глаз сильно вспыхнул, но вскоре он стих. Комната снова замерла. Темная фигура оставалась на своем месте, без движения, без дыхания. Между тем, новости о смерти Сибила прокатились по всем руинам, как ураган. Что это за чувство? Лицо Лилина изменилось в тот момент, когда астральная плоскость автоматически открылась после смерти Сибила. Он ощущал колебания атмосферы астральной плоскости и точки массы. Это было то же чувство, что он почувствовал, когда убил Кирилла, чего он никогда не забудет. Смерть мага утренней звезды. Точка масса возвращается в астральную плоскость. Пробормотал Лилин в недоумении. Он сделал длинный вздох. Конечно, древние руины не так просты. Даже эта центральная комната управления простая маскировка, а настоящая, скрыта где-то еще. Лилин получил это подозрение чуть раньше. Даже если у старика не было полного доступа, защита этого места была слишком слабой. Теперь, казалось, было ожидаемо, что это место было просто уловкой, которая могла контролировать только простейшие формации заклинаний. Те мощные заклинания, которые имели силу подавлять утреннюю звезду и были достаточно сильными, чтобы убить их, были все спрятаны где-то в темноте. В любом случае, все это не мое дело. Я получил то, что мне нужно, и поэтому пора уходить. Лилин улыбнулся, а затем открыл желтую записную книжку. Даже если у предка старика не было особого статуса, он был очень осторожен и даже отметил тайный проход ради своих потомков. Это позволило Лилину прямо покинуть алый полумесяц, не возвращаясь по первоначальному маршруту, что значительно уменьшало уровень опасности. Если это сработает, миссия на этот раз действительно пройдет идеально. Лилин потер подбородок. Остальные знают только то, что я вошел в руины, но они не знают, что я получил. Еще есть возможность для манипуляций. В глубине его сердца была идея о том, как разбить кандалы родословной, а подарки древнего дерева мудрости. Это была бесценная информация для родословных чернокнижников. Из-за этого Лилин должен был защитить эту тайну, иначе он мог быть отвергнут и даже подвергнут преследованию родословными чернокнижниками. Время подходящее. Я знаю, что умер Сибилл, но остальные маги не знают об этом, а это значит, что он может быть моим козлом отпущения. Лилин не мог не усмехнуться, когда подумал о том, что он видел в основной комнате контроля. У других магов не было заклинаний этой диспетчерской, чтобы смотреть за всеми руинами. В лучшем случае они знали только то, что один маг утренней звезды погиб, но они не знали, кто именно. В таком случае он мог замаскировать себя. Преображение. Проекционная техника. С мыслью, аура Лилина изменилась, становясь похожей на ауру Сибила. Но этого было недостаточно. Его прикрытие будет раскрыто в тот момент, когда маг утренней звезды просканирует его силой души. Я планировал использовать это для исследования или просто продать ее. Кто знал, что я буду использовать ее уже сейчас? Лилин щелкнул ладонью, открыв прозрачную пробирку. В ней была голубая кровь, излучающая свет. Это была кровь, которую Лилин извлек из Сибила во время боя. Скрыть родословную. Лилин сказал наполовину скандирующим голосом. Это было тайное искусство, которое и Чип вывел из унаследованных воспоминаний родословной. Это позволило использовать родословную цели, чтобы покрыть свою ауру и подражать колебаниям энергии цели. Сила души не сможет ее обнаружить. Более того, это было давно потерянное тайное искусство родословных. Лилин был свидетелем этого, когда он разбудил свою собственную родословную. В мгновение около Лилин выглядел так, словно превратился в другого человека. Мало того, что он имел такой же вид, как у Сибила, даже его аура была как у жителя морского племенем. Даже магу сияющей луны из молнии Юпитера было бы трудно признать его в таких обстоятельствах. Огромное золотое пламя потрескивало и растопило пустоту в течение нескольких секунд, очищая путь. Светловолосый чернокнижник средних лет шел с руками за спиной, а за ним следовал призрак огромного золотого льва. Прямо здесь. Это первое место, где появились энергетические колебания мага утренней звезды. Главная комната контроля должна быть рядом. Его брови нахмурились, и он взглянул на декорации с обеих сторон. Глядя на огромную впадину и оставшуюся морскую воду, он нахмурился. Я слишком поздно? Бах! В это время основная комната контроля взорвалась, и свирепое пламя охватило все. Чернокнижник фыркнул с презрением, и огромное количество огня было поглощено призраком за его спиной в одно мгновение. Его мощная сила души вышла и сразу обнаружила синюю фигуру. Ты все еще пытаешься уйти? Он саркастически улыбнулся, в то время как луч золотой молнии немедленно выстрелил из фантома позади него, быстро приближаясь к синей фигуре. Тайное искусство, мириады волн. Иллюзорная область в виде голубого океана вышла из голубой фигуры, и большой прилив волн бросился вперед, чтобы сформировать огромную стену, которая защищала его. Кача. Золотая молния расколола волны, раскрыв оригинальную форму дрожащего парня. Это был гигант высотой в несколько метров, покрытый синей кожей. Нечеловеческая аура была очевидна. Морской гигант Сибилл. Действительно, он был тем, кто охранял этот регион, и один из первых, кто вошел в руины. Чернокнижник средних лет кивнул, затем он увидел мерцание фигуры Сибилла, прежде чем он быстро убежал. Ты не сможешь убежать. Вейд, чернокнижник сияющей луны, последовал за ним. Поскольку синий гигант первым добрался до основной комнаты контроля, он, должно быть, получил много сокровищ. Только структурные планы руин заставили бы его позеленеть от зависти. Передай мне все, что ты получил, и я позволю твоей истинной душе вернуться в астральную плоскость. Вейд выглядел безразличным, но призрачный лев позади него начал ерзать. Только дурак останется неподвижным. Половина тела Лилина была сильно сожжена, но его фигура быстро двигалась в руинах, чтобы убежать. Несмотря на то, что ситуация была плохая, ему удавалось сбегать от Вейда на данный момент с помощью карты, которую он получил. Лилин прилагал огромные усилия, чтобы замаскировать себя как Сибилл в этот период времени. Мало того, что он полностью изменил свою ауру, используя тайное искусство. Он также использовал данные, записанные ИИ, чипом, чтобы подражать его области, совершенствуя фасад с аурой, областью и даже с совпадением лица. Даже если Лилин скажет ему правду, Вейд не поверит ему. Не говоря уже о том, что он потратил много сил, чтобы скрыть свои мощные заклинания. В этой спешке, у его оппонента не появится ни малейшего понятия о его личности. Что касается старика и основной комнаты контроля, Лилин уничтожил их обоих. Он никогда не позволил бы тому, кто знал его секреты, выжить. В конце концов, как только старик попадет в чужие руки, его маскировка станет бесполезной. Я не ожидал, что он будет таким быстрым. Более того, он маг 5го уровня, кто мастер в атаках молниями. Лилин криво усмехнулся. Он замаскировался как Сибилл и даже должен был подражать его заклинанием. Несмотря на то, что Лилин знал, что вода не может пересилить молнии, он продолжал использовать водные заклинания для борьбы с Вейдом, так как он не мог рисковать своим разоблачением. Хуже было то, что противник был слишком быстрым. Его застали врасплох. Однако все это стоило того. След улыбки появился на лице Лилина, и в его глазах мелькнула голубая вспышка, и он испытывал терпение Вейда с помощью многочисленных формаций заклинаний в руинах. Пожиратель пустоты. Его рука яростно махнула, и призрак открыл свой чудовищный рот, пытаясь проглотить его. Безызызы. Как будто в пустоте появилась массивная черная дыра, все исказилось и исчезло в чудовищном рту льва. Это то, чего я ждал. Глаза Лилина сверкнули, и он скрылся за огромной колокольней. Трещина. Колокольня была сломана, и даже фундамент был выкорчеван силой всасывания. Безызызы. Появилась сильная волна энергии, показывая сложную формацию заклинания, скрытую под землей. Хэм, что это? Сила из ядра? Брови Вейда нахмурились. Вскоре он был похоронен в малиновых заклинаниях. Замечим нарушитель, чернокнижник сияющей луны. Прозвучал холодный механический голос. Глава 533. Продолжение успех. Недалеко, призрак золотого льва оказался в ловушке малинового заклинания. Видя, как он непрерывно рычит, Лилин решительно сжал кулак. Поскольку у него хватило смелости принять облик Сибила, у него, естественно, также был выход. Многие важные места были отмечены в записной книжке, которую он захватил. Энергетический центр был одним из самых важных мест. Лилин был уверен, что как только эта область будет атакована, скрытая программа защиты будет немедленно активирована. В конце концов, он умышленно избегал многих формаций заклинаний на этом пути и сдержанно использовал тайное искусство утренней звезды. Таким образом, он оказался относительно безвредным. Излишне говорить, что программа разберется с более ужасающим чернокнижником 5 ранга. Чернокнижник Сияющей Луны не тот, с кем можно шутить. Даже в древние времена такой чернокнижник был сильным соперником, кто был завоевателем. Столкновение между этими двумя мгновенно опустошило их окружение, в результате чего уже хаотичная область стала бы еще более беспорядочной. Даже если бы остались какие-то проблемы или подсказки, они были бы быстро уничтожены в результате разрушения. Пока призрак Золотого Льва продолжал рычать, Лилен холодно улыбнулся, его тело полностью исчезло в пустоте. Руины больше не привлекали Лилена. Опасность будет возрастать экспоненциально, и если он останется, это не принесет ему никаких преимуществ. Лилен решил эвакуироваться. Полмесяца спустя, болото фосфоресценции, штаб-квартира клана Урабарас, внутри огромного замка Лилена. Как там руины алого полумесяца? Лилен сейчас носил свободную одежду и неторопливо разговаривал с кем-то еще через экран перед ним. На экране появилась фигура пола, и он казался немного мрачным. Даже его щупальца вяло свисали. Очевидно, он не получил никаких хороших новостей. Было подтверждено, что руины алого полумесяца полностью закрылись. Все координаты стали недействительными, и я считаю, что они совершили пространственный прыжок. Пол не выглядел слишком хорошо. Раньше из указаний из записной книжки Лилену удалось сбежать невредимым через пространственный путь, который был спрятан. Следовательно, он также пропустил резкие изменения, которые произошли впоследствии в руинах. Только после того, как пол и компания появились, Лилен узнал о том, что произошло в руинах. Оказалось, что древние маги из алого полумесяца оставили в руинах адамантинового голема, который действовал как центр управления. У этого адамантинового голема был интеллект наравне с людьми, и он мог думать, как обычный человек, за исключением того, что он был оснащен программой для выполнения приказов. Еще более особенным было то, что этот адамантинового голем не только овладел всеми древними заклинаниями в руинах, но и мог перезаряжать себя, поедая точки массы магов утренних звезд. Во время предыдущего боя, обнаружив, что он не мог победить чернокнижника пять ранга, в Эйда, голем немедленно начал атаковать других магов утренних звезд в руинах. Появились многочисленные древние заклинания, которые дорого стоили полу и компании. Перед заклинаниями, специально установленным древними магами, даже утренним звездам суждено было пасть. Блэр и другой маг из духовного круга пали. В логове ветряных волков Филипп был серьезно ранен, а Полиса умерла. Даже Кибел, самый сильный из всех, был тяжело ранен и, по слухам, почти пал со своей позиции утренней звезды. С другой стороны, молния Юпитера была не лучше. По крайней мере, половина их людей пострадали от серьезных травм, а у остальных немногих были поверхностные раны. После перезарядки через поглощение многочисленных точек массы, Галим начал проявлять свою силу. С помощью многих древних формаций заклинаний даже Вэйд был ранен и в конце концов выгнан. Остальные утренние звезды должны были выходить из опасности один за другим. Полу повезло. Он сумел зайти в пространственную трещину и был телепортирован к границе мира магов, что спасло его жизнь. С этого момента руины Алого Полумесяца исчезли с той горы. Затем появились другие маги, но как бы они ни старались разведать ее, не было обнаружено ничего. Согласно мнению нескольких специалистов, Галим должно быть активировал пространственный прыжок сразу после достижения достаточной энергии, телепортируя руины. Что касается Лейлина, он сфабриковал ложь о том, что он не получил много после того, как зашел в карманное измерение, и сразу же отступил после начала боя 5 Гуранга. Это, конечно, вызывало сомнения у Кибеля и других, но это были только подозрения. Более того, поскольку они только что потеряли много сил, они не могли подвергнуть сомнению Лейлина. Кроме того, кое-кто еще забрал центр внимания от Лейлина. О, верно, был ли найден Сибил? Серьезно спросил Лейлин, пытаясь сдержать свой смех. Из-за утверждений Войда и других доказательств, многие утренние звезды единодушно согласились, что морской гигант Сибил из молнии Юпитера получил наибольшую удачу из руины даже вторгся в основную комнату управления. Молния Юпитера отреагировала относительно странно. Они заявили, что Сибил уже пал и погиб, даже яйцо божества в его магической башне было повреждено. Это вызвало некоторые подозрения. Тем не менее, чернокнижники во главе с Вейдом были их противниками и, таким образом, не получили никакого ответа. Они могли только попытаться найти информацию втихую. Нет, как ты знаешь, предсказание магов Утренней Звезды действительно хлопотно, особенно с присутствием области Утренней Звезды. В сочетании с излучением самого мага, даже маг Сияющей Луны, специализирующийся на заклинаниях пророчества, не может решить такие проблемы. Нам нужен кто-то, кто, по крайней мере, маг Рассвета, и он должен быть экспертом в пророчествах. Пол издал смешок. Маг Рассвета, специализирующийся на пророчествах. Лейлин ухмыльнулся. Такого человека никогда не видели на центральном континенте. На этот раз мы понесли много потерь и вернулись только с травмами. Только тебе удалось получить приличную прибыль. Пол казался кислым, что было редко. Он уставился на правое ухо Лейлина. Лейлин засмеялся и коснулся мочки уха. Аксессуар полумесяца покрывало его ухо. Это было высококлассное магическое оборудование. Алая серьга. Убедившись, что оно не представляет никакой опасности, Лейлин немедленно надел ее. Высококлассное магическое оборудование. Даже маг Утренней Звезды будет завидовать. В конце концов, даже сырье для изготовления такого предмета исчезло с лица центрального континента в течение длительного времени, поэтому его невозможно было бы снова создать. Лейлин избежал не только невредимым, но даже получал относительно огромные прибыли. Неудивительно, что Пол завидовал ему. Только после долгих размышлений Лейлин решил показать это волшебное оборудование. Его предыдущие действия, возможно, окажутся подозрительными. Если первая команда магов выйдет без единой добычи, это привлечет нежелательное внимание. Теперь, появление Алой Серьги послужит разумным объяснением всего, что произошло. Пол подумал, если бы это был я, возможно, я был бы также доволен находкой Алой Серьги. Мне было бы достаточно, я бы остановился и нашел выход. Что было более чудесным, так это то, как полное исчезновение Руин Алого полумесяца сделало большую часть контракта, что Лейлин подписал с ними недействительным. Ему даже не пришлось разделять то, что он получил. Первоначально, когда они решили создать контракт, они включили все руины в качестве одной из самых важных земель. Теперь, когда они понесли такую потерю, соглашение, естественно, потеряло свою силу. Это было особенно полезно для Лейлина. Он был готов хранить тайну древнего дерева мудрости до смерти. Это был всего лишь информационный отчет, и он не занимал большую часть его доли. Теперь, когда он был единственным владельцем всех акций, это было еще лучше. Поскольку предыдущее соглашение было недействительным, все, что было получено из Руин, принадлежало бы тому, кто это нашел. Как бы не завидовал Пол, он ничего не мог с этим поделать. С таким высококлассным магическим оборудованием не нужно было говорить, что сила Лейлина возросла экспоненциально. Теперь, когда Кибел пострадал от больших потерь, они не могли ничего сделать, даже если бы они этого захотели, поскольку их сила не могла сравниться с Лейлином. Вот как этот вопрос закончился. Если бы не два мага Сияющей Луны, тайно добавил Лейлин. Хотя Лейлин старался изо всех сил скрыть свои следы, трудно было гарантировать, что он вообще не оставит никаких следов. Если бы руины Алого Полумесяца были обнаружены или даже сломаны, можно было бы найти пробелы в тестах на месте. О, верно, сэр Лейлин, ты, похоже, много выиграл от этой поездки в руины Алого Полумесяца. У меня есть несколько предметов, как насчет взаимного обмена. Пол наконец раскрыл свое истинное намерение. Хотя и он, и Лейлин получили несколько предметов в руинах, они могут оказаться непригодными для использования, поэтому очень важно обменивать предметы эквивалентной стоимости. Глава 534. Область утренней звезды. Хорошо, мы можем сделать сделку в торговой области утренней звезды, сказал Лейлин через мгновение и кивнул. Затем он закончил разговор. Точка сделки была в небольшой плоскости, в которой можно было получить доступ и связаться через астральные врата. Это было место, с которым познакомил его Кибел, где происходили сделки чернокнижников утренней звезды. Это был большой лагерь и торговый район, построенный несколькими чернокнижниками сияющей луны, и Лейлин был в восторге. Хотя его магическая башня и астральные врата все еще строились, он все равно мог путешествовать через другие астральные врата. Размышляя над этим, Лейлин вошел в большую сотовую соты пчел, структуру в технологической секции. Здесь были астральные врата, которые можно было использовать. Ваша светлость. Шатт привел группу чернокнижников в белых халатах, которые были очень похожи на исследователей из его предыдущего мира и поклонились Лейлину. И мы, я хочу использовать астральные врата. Все вы покиньте это место. Лейлин махнул рукой, отпустив Шатта и остальных. С его нынешним статусом, Шатт не смел ему возразить. Он немедленно увел своих подчиненных. Астральные врата. Лейлин увидел гигантские каменные ворота в формации в центре. Вокруг каменных ворот было синее пламя, которое образовало гигантский пучок света и покрыло все. Если бы Лейлин не был в царстве утренней звезды, он мог бы даже не увидеть истинное тело, построенное из астральных камней. Каменные врата были простыми, но достойными. Пространственные руны вращались, летали и излучали уникальный блеск. Астральная плоскость. Какое огромное, широкое место. Интересно, смогу ли я исследовать его глубины в своей жизни? Лейлин вздохнул. У него было предчувствие. Возможно, когда он полностью поймет секреты астральной плоскости, он достигнет своей цели – бессмертия. Бип. Астральные врата открыты. Пожалуйста, определите координаты. Прозвучал роботизированный голос Личипа. Громадные каменные ворота, излучающие синий астральный свет, начали грохотать. В середине появился большой черный водоворот. Безграничные серебряные пространственные лучи вырывались изнутри, а также обширная, таинственная астральная аура. Вперед. С взмахом руки, точка света, которая была похожа на звезду, приземлилась на астральные врата. Это были координаты торговой площадки утренней звезды, которую дал ему пол. После того, как и чип записал их, он мог использовать силу души и превратить местоположение в точку света. Координаты разных миров и плоскостей сильно отличались от двумерных координат плоскости в предыдущей жизни Лилина. Это определенно не было и 3D, но то, что постоянно искажалось и прыгало по кривым. В то же время у них, казалось, была какая-то точка отсчета в астральной плоскости и они сформировали определенную частоту. Даже с мощными расчетными способностями и чипа, он все еще не мог имитировать весь процесс. Только благодаря непрерывному использованию, его можно было бы полностью понять. Когда точка света, похожая на звезду, приземлилась на поверхность каменных ворот, произошло поразительное изменение. Бызызызызы. Астральные врата задрожали, бесчисленные блуждающие руны издали тревожный блеск. Две стороны ворот открылись с грохотом, показав пространственный проход, похожий на галактику. Как и ожидалось, потребление очень небольшое. Только запасов астральных камней, которые я заимствовал, можно использовать в течение трех дней или более. Лилин не спешил входить, только наблюдая как и. Чип записывал данные, и не мог не кивнуть. Рабочие правила астральных врат все же должны были соблюдать самые фундаментальные физические законы. Чем дальше телепортация, тем больше потребление. Торговая область утренней звезды была на краю мира магов, и потребление было явно низким, до такой степени, что оно было незначительным. Это было очень удобно при перемещении рабочей силы или груза. Хэм, это область утренней звезды, очевидно, является стратегическим местом для больших баз и военных передвижений высокоранговых чернокнижников. Лилин был поражен, и сразу понял. С точки зрения общения в области утренней звезды, пока у организаций были чернокнижник утренней звезды и астральные врата, им можно было отправить помощь из области утренней звезды через астральные врата и даже попросить чернокнижников из Союза, поддержать их. Можно сказать, что область утренней звезды вместе с астральными врата была огромной сетью телепортации, которая связывала все родословные организации чернокнижников. Какой удивительный план. Такой удобный и очень гибкий способ получения помощи. Неудивительно, что родословные организации чернокнижников распространены по всему центральному континенту и все еще так близки. Кажется, не существует никаких проблем, которые могли бы их разделить. Чем больше Лейлин думал об этом, тем яснее это было. Он не мог не уважать магов Сияющей Луны за их мысли и решения. Любой из герцогов клана Ураброс мог попросить помощь из области утренней звезды через астральные врата. Захватчики немедленно были бы уничтожены, и Лейлину не пришлось бы рисковать своей жизнью в одиночку. При этой мысли Лейлин мало что мог сказать. Лейлин засмеялся. След темной силы души вышел из области между его бровей и вошел в проход. Поскольку он впервые вступил в контакт с областью утренней звезды, он не стал подвергать себя опасности. Кроме того, потребление энергии, чтобы его тело прошло по сравнению с его душевной силой, было намного выше. Использование его силы души сэкономило бы много энергии. Надо сказать, что иногда Лейлин был очень скупым магом. На этот раз пространственное путешествие было очень быстрым, и последствия были мягкими. Лейлин сосредоточил свой ум на силе души и сразу почувствовал, что он проходит через астральные врата и связывается с другой маленькой плоскостью. Чужестранец — это место сбора родословных чернокнижников. Укажи свое имя и статус. Как только сила его души достигла внешней области плоскости, Лейлин почувствовал, что к нему передалась мощная волна. Это была аура родословной, уникальная для чернокнижников сияющей луны, безжалостно сканирующая силу души Лейлина. Реальное тело чернокнижника сияющей луны — это должно быть защитник, отвечающий за область утренней звезды, — подумал Лейлин. Его сила души излучала поток информации. Я Лейлин Фольер из клана Ураборос. В то же время темная сила души мгновенно послала слой малинового блеска с аурой родословной Кимоина. Уникальная сила родословной чернокнижника, а также аура гигантского кимоинской змеи, символизировала его статус. Это был знак, который трудно было подделать им им. Кибел уже говорил о тебе, и сила родословной верна. Добро пожаловать домой, маленький парень. Сознание сразу уже стало дружелюбным, и послало Лейлину несколько слов ободрения и отступил в другую плоскость. Сила души Лейлина не колебалась и последовала за ним. Эта область утренней звезды, полоса темного света образовала черную человеческую фигуру. Лейлин не мог не оглянуться, очарованный. Теперь он был на большой площади. Подняв голову, он увидел разбитое небо с туманностями и гигантскими защитными звездами и т.п. в пространственных трещинах. Над некоторыми из защитных звезд было огромное кольцо света, которое было даже больше, чем солнце, похоже, будто оно вот-вот упадет. Иногда можно было увидеть высокоранговых чернокнижников. По сравнению с мелкомасштабным сбором, Лейлин теперь увидел еще больше чернокнижников утренней звезды, а у некоторых он даже не мог понять источник их родословной. Лейлин начал внимательно наблюдать. Чернокнижники здесь были, естественно, в области утренней звезды и выше. Их тела имели уникальные ауры. Некоторые выглядели совершенно отличными от обычных людей. Было очевидно, что они здесь не в первый раз. Они не были удивлены присутствием Лейлина на площади, продолжая заниматься своими делами. Некоторые из них пришли сюда настоящими телами, в то время как были другие, такие же как и Лейлин, и только нить их души сменилась на пламя, пучки света или другие формы. Пол, я здесь. Сила души Лейлина превратилась в руну и отправила сообщение в печать. Почти мгновенно он получил ответ. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ты на площади? Подожди, я сейчас тебя встречу. Минуты спустя большая стальная кукла достигла площади, ее сапфировые глаза выстрелили светом и сразу уже нашли местоположение Лейлина. Идентификация людей по их силе души была основным методом чернокнижников утренней звезды. Увидев Лейлина, смотрящего на его марионетку, пол не мог не усмехнуться. Ха-ха, мой друг. Это твой первый раз здесь. Я скоро подарю тебе стальную куклу, так как это немного неудобно без тела. Черная фигура, образованная из нитей душевной силы Лейлина, засмеялась и заговорила. Это тоже неплохо. Ты не собираешься устроить мне экскурсию? Конечно. Большая стальная марионетка сразу уже повела, каждый шаг вызывал землетрясение, привлекая внимание многих чернокнижников. Это зона утренней звезды, святая земля родословных чернокнижников. Это также место, где лежит вся наша сила и надежда. Объяснил Пол. Ты должен понимать, как работает торговля и все остальное, не так ли? Конечно. Сеть каналов телепортации, охватывающих центральный континент. Как и ожидалось, это огромный проект. Лейлин глубоко вздохнул. Глава 535. Защищенная звездная торговля. Да. Через область утренней звезды любой чернокнижник утренней звезды может получить поддержку в любое время. Даже если наши братья распространены по всему центральному континенту, это место все равно удерживает нас в тесной связи. Слова Пола показывали его трепет и уважение, которое он проявил к чернокнижникам, которые придумали этот план. Да. Если бы в прошлый раз у меня были координаты области утренней звезды, все было бы не так сложно. Лейлин казался беспомощным, и вздохнул. Ха-ха. Рука стальной марионетки, казалось, хотела похлопать Лейлина по плечу, но прошла через черную фигуру. Как будто пытаясь скрыть свое замешательство, Пол сразу рассмеялся, и сказал. О. Кстати, все наши организации родословных чернокнижников предоставляют друг другу услуги по доставке на дальние расстояния. Конечно, они берут плату и нужно быть в хороших отношениях с другой стороной. Родословные чернокнижники очень объединены. Глаза Лейлина засияли, сразу понимая функцию этой службы. Даже если это была сеть дирижаблей монарха неба, потребовались бы годы, чтобы пересечь с одного конца центрального континента на другой. В этом процессе им пришлось бы перемещаться по бесчисленным опасным районам, и даже утренние звезды нашли бы это неприятным. Если это не было абсолютно необходимо, другие маги оставались на своих территориях и редко делали сверхбольшие путешествия. С телепортацией через область утренней звезды, путешествие в любой регион на центральном континенте может произойти в одно мгновение, пока там была организация с чернокнижником утренней звезды. Конечно, поскольку телепортация проходила через астральные врата, прибытие было в штаб-квартиру другой стороны или даже в магическую башню. Это служило угрозой для чернокнижников, кто телепортировались. Чернокнижники, кто их принимал, нелегко раскроют секреты своего гнезда другому чернокнижнику. Для этого требовалось определенное доверие с обеих сторон, а также единство. Тем не менее, Лилен считал, что с огромным давлением со стороны внешнего мира и координацией нескольких чернокнижников сияющей луны во внутренних кругах это не проблема. Пространство здесь велико, и тут есть много необитаемых районов. До тех пор, пока ты возьмешь их под свой контроль, это твое, и ты можешь делать все, что захочешь, до тех пор, пока ты не нападешь на публичную территорию. Пол продолжил. У меня есть замок снаружи, но тебе нужно быть осторожным. В этих необитаемых регионах есть мстительные духи и тому подобное. Все будет очень сложно, если ты пострадаешь, так как это злоба, которая была собрана вместе. Лилен выглядел мрачным, и кивнул, тактично не спрашивая, что случилось с людьми, которые впали в это состояние. Кстати, где торговый зал? Лилен быстро огляделся. Выйдя из площади раньше, тут и там было всего несколько магазинов, с куклами или клонами в продаже. Некоторые из магазинов даже закрыли свои двери, только принимая участников. Тем не менее, только свет от стойки регистрации озадачил Лилена. Астральные камни, которые для него были так трудно приобрести, когда он был три уровня, казались менее ценными, так как каждый магазин имел пару штук. Здесь было много сокровищ. Лилен даже видел немало магического снаряжения среднего уровня. Однако то, что смущало Лилена, заключалось в том, что торговый зал, который он искал, найти не удалось. Даже после того, как он прошел весь торговый район, он не смог найти ничего похожего на здание. М. Лорд Лилен, мой замок не слишком далеко. Как насчет того, чтобы мы отправились туда и отдохнули, пробовав радужный сок и драгоценное мясо из мира гурманов. Как насчет этого? Пол неловко рассмеялся. Выражение Лилена стало холодным от недовольства. Пол явно опасался, что увидев торговый зал, он сможет точно оценить реальную стоимость своих предметов, тем самым лишив его возможности использовать его. Хихи. Большой осьминог, ты снова обманываешь новичков? До того, как Лилен даже вспыхнул, большой цветок, похожий на розу, захихикала сбоку. Роза выглядела размером с обычного человека, ее корни скручивались друг вокруг друга и формировали нечто похожее на человеческие ноги. В течение появилось лицо маленькой девочки. Привет, новичок. Общественная зона для торговли находится над тобой. Просто посмотри, и ты узнаешь. Не надо благодарности. Гигантский человекообразный цветок прогудел, проходя, а лицо пола покраснело. К счастью, сейчас он контролировал марионетку, и это было не очевидно. Надо мной. Лилен удивленно поднял голову, глядя на большие звездные небеса, похожие на Вселенную, особенно на гигантскую звезду, которая была готова упасть. Многочисленные кольца света образовывали вокруг нее узор, яркий и красивый. Неужели? Лилен был потрясен. Его сила души немедленно распространилась на защитную звезду. Грохот. Как будто взрыв Вселенной. Информация потекла в мозг Лилена. Если бы он еще не достиг царства утренней звезды и прошел бы через это в прошлом, он мог бы взорваться от такого натиска данных. Продам 5632 г астрального камня. Принимаю обмен с товаром равной ценности. Техника медитации высокого класса, пространственная иллюзия, всего пять уровней. Полные. Запрашиваю. Покупаю родословные, останки или даже предметы из древних существ по высокой цене. Цена будет выгодной. Добавьте меня немедленно. В стороне был секретный символ отпечатка. Торговля магическим оборудованием среднего класса. Мне нужна защитная магическая экипировка. Любая разница в цене может быть компенсирована еще сотней звездных драгоценных камней. Глаза Лилена сверкнули голубыми глазами, и Чип быстро собирал всю эту информацию, формируя большой прейскурант и изогнутую линию продажной цены. Лилен усмехнулся, четко понимая драгоценности и общие цены определенных предметов. Ха-ха. Сегодня неплохая погода. Пол рассмеялся. Лорд Лилен, здесь слишком много хаотической информации. Я просто хотел, чтобы ты отдохнул. Пол сказал во что сам бы не поверил. Нужен ли отдых силе души? Неожиданно Лилен немедленно согласился. Лорд Пол, пожалуйста, показывай дорогу. Что? Ты все еще хочешь пойти в мой замок? Ох, нет, нет. Я имею в виду разве ты не хочешь посмотреть на рынок? Пол был немного смущен и даже сбит с толку, до такой степени, что сказал не те слова. Ха-ха. Духовный круг, союзник моего клана Ураборос, поэтому я, очевидно, верю тебе. Кроме того, мне очень интересно узнать о радужном соке и драгоценном мясе. Лилен поднял голову и усмехнулся, выглядя так, будто не возражал. Пол был немедленно тронут. То, что он не понимал, было то, что в тот момент, когда Далей Лилен рассмеялся, в его глазах был холодный блеск. Выйдя из общественной зоны, все сразу показалось опустошенным. Область утренней звезды была, в конце концов была плоскостью, и независимо от того, сколько чернокнижников сияющей луной управляли ей, они не могли следить за каждой областью. Даже общественные места часто посещались только чернокнижниками утренней звезды и, таким образом, выглядели как город-призрак. Ситуация была еще хуже снаружи. Помимо нескольких замков и зданий, которые были рядом с общественным районом, другие районы были в основном пустырями. Мстительные духи, образованные злобными мыслями и злобными намерениями, были очень упрямыми и с ними было трудно разобраться. Они добрались до замка Павла. Хотя это и называлось замком, эстетика чернокнижников была довольно отличной от обычных людей. Замок перед Лиленом был несколькими большими сфероидами, летающими в воздухе, с колонной, соединяющей дно с землей. Смотри, это замок, который я создал сам. Какие красивые арки. И это чувство полного совершенства. Ох, Пол явно был в хорошем настроении. На земле была установка, похожая на лифт. Умный дворецкий сразу же узнал Ауру Пола, отправив его и Лилена в замок. Ха-ха. Эта область довольно грубая, только с несколькими слугами. Не обижайся. Пол привел Лилена в причудливый зал, чтобы они сели, и умный слуга немедленно принес круглую тарелку. Внутри был сок, который отдавал ароматам, а также жареное мясо. Эти два блюда были пищей из другого мира. Даже чернокнижнику утренней звезды было бы трудно получить это. Вкус был потрясающим, и хотя Пол обычно не мог наслаждаться ими, он достал их и показал его сокровища ради Лилена. О! В тот момент, когда кусок мяса с вилкой вошел в его рот, вкусный сок из мяса в сочетании с уникальным ароматом начал атаковать вкусовые рецепторы Лилена, в результате чего каждая клетка в его теле обрадовалась. Это вкусно. Тогда я не собираюсь сдерживаться. Глава 536. Вопрос души мир гурманов был другим миром в астральной плоскости. Слухи с древних времен говорили, что даже ручей или скала в нем были бы очень вкусными. Это была вершина приятной еды, и многие маги не могли удержаться от искушения. Основываясь на знаниях Лилена, союз чернокнижников еще не имел никаких записей об успешной атаке на другой мир, что сделало их еще более ценными. Увидев, что деликатесы перед Лиленом постоянно потребляются, роботизированное лицо пола, казалось, было в муках, особенно в силе души, которая невольно проявляла свои эмоции. Лилен был еще более жизнерадостным, и начал кушать быстрее. Хотя его основное тело было не тут, удовольствия, испытываемые силой души, могли быть связаны с основным телом. Когда пол больше не мог этого терпеть, Лилен поднял голову. Лорд Пол. Похоже, теперь мы можем обсудить вопросы об обмене.